Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал Давай Запишем! И сегодня у нас в гостях, а вернее, мы в гостях, если быть более точными, у Виктора Фарафонтова на его студии музыкальной принял нас у себя. Большое тебе спасибо! Спасибо вам! На самом деле я у вас в гостях, у вас известный хороший канал раскрученный. И наоборот, я ваш гость, получается. Я думаю, прежде всего стоит тебя представить. Ты звукорежиссер, студийник с именем. На твоей студии записывалось достаточно большое количество именных исполнителей. Ночные снайперы, Найк Борзов, Мара Симбе, Бахыт Компот, помню, Жуки. Да, да. Вот. Опыт есть. И более того, насколько мне известно, твои работы с этими группами, с этими коллективами занимали неплохие ниши в чартовой дюжине. Постоянно. Много раз в чартовой дюжине, один раз даже было, что три моих работы в чартовой дюжине были, одна там на первом месте. Ну и на первом месте несколько раз были. Долго, скажем, висела какая-то работа на первом месте. Собственно говоря, с этого у меня карьера и началась, что моя работа попала на первое место. И это помогло как-то в дальнейшем двигаться. Да, сразу повалила работа, сразу повалили музыканты записываться. Хорошо. Друзья, у нас очень много заготовлено для вас интересного материала. Я сразу же советую заварить чего-нибудь, чайку, кофейку, взять, может быть, покушать или заняться своими делами. А этот ролик просто поставить на фон, потому что в основном мы будем говорить, ну иногда что-нибудь показывать, потому что, как вы видите, мы с вами в достаточно интересном месте. И это вы ещё не видите всей картины, которую видели мы, мы пока расставляли камеры. Так вот, покуда у нас идёт блог, такой небольшой YouTube-ролик, хотелось бы начать наш разговор именно вот с ударением на YouTube. А именно обучение звукорежиссуре по YouTube, по каким-то тайным знаниям, которые нам дают YouTube-гуру, возможно, блогеры, которые как-то занимаются звукорежиссурами. В принципе, твоё отношение к этому и стоит ли это, ну в принципе, внимание или же всё-таки нет? Слушай, вот всё на нашей планете не чёрное и не белое. Есть какие-то крайности, есть какая-то золотая середина серая. И можно сказать, что есть и такое, и такое. Есть офигительные совершенно ролики, которые дают массу очень ценных знаний. А есть просто какая-то дичь. Ну естественно, это дичи 80%. То есть если вот так вот ты неподготовленный человек и не понимаешь, как отделить эту дичь от действительно ценной профессиональной информации, то волей-неволей наберёшься 80% дичи, 20% хорошего. И не будешь понимать, что применять, и получится, что ты в своей работе применяешь 80% дичи из интернета. Вот. Поэтому тема довольно больная. И тут, знаешь, есть какой критерий. Я бы посоветовал найти реального для себя преподавателя, как бы гуру по звукорежиссуре, работы вам которого нравятся, в восторге от звука, который он для них делает. Отыскать его телефон — это не так сложно у нас. В московской тусовке через одно рукопожатие все долго знают. Заплатить ему денег хотя бы на один день. Сказать, что вот, там, Василий Иванович, вот давайте, покажите мне, я вот вам тысяча долларов, вы мне покажите азы, куда смотреть, что правильно, что неправильно. И тогда его попросить посоветовать, какие ролики смотреть. Какие ролики, там, рекламный прогон, например, реклама плагинов. Даже бывает, что известные звукорежиссёры там на всё, на весь мир делают какие-то ролики, которыми проплатили производители плагинов, не знаю, колонок. Они делают с акцентом на это, а реально работают не так. И даже имя звукорежиссёра не гарантия, что этот ролик, там, вы не получите просто какой-то... Ну конечно, раз на раз не приходится. Есть такое мнение, что всё, что выкладывается в сеть, допустим, если мы говорим о контенте, который делает звукорежиссёр, самое интересное, самые рабочие фишки он оставляет для себя. То есть никогда это не показывается. Как ты думаешь? То же самое. Вот как я начал, что есть чёрное и белое. От разного человека зависит. Некоторые прям видно. Например, Chris Lowertelgy, если его ролики посмотреть, он говорит, ну вот вешаем плагин Kla Delay, Kla Ed, Kla Guitars, Kla Ed... Я уверен на сто процентов, что он не так работает, когда сам делает. Он просто рекламирует свои плагины. А есть, например, ролики... Я могу прям имя назвать. Райан Хьюитт, например. Он не такой раскрученный, как преподаватель, как блогер, и, может быть, это накладывает отпечаток, что он искренне всё выкладывает. Советую на Pure Mix, например, найти ролик Райана Хьюита. Я считаю, это вот самый образец ролика, где он передаёт чистые знания без этой всей дичи, ничего не скрывая. Вот и вы поймёте просто разницу между роликами, где подмешана реклама, и человек скрывает свои фишки, и роликов, где этого не делается. И тогда вы сами сможете уже фильтровать там школы какие-то, уже смотреть, как сказать, авторов роликов, фильтровать сами, понимать, что где ценная информация, а где не ценная. Раз уж у нас зашла речь, это англоговорящая масса. Блин, точно, я забыл об этом. Друзья, учите английский язык. Вот, у нас сегодня спонсор программы изучения английского языка самостоятельно. Слушай, но ведь есть же на Яндексе сейчас, вот буквально полгода назад сделали перевод такой. Ну можно и субтитры, да, включить, они, в принципе, в аннотации обычно включаются. Вместо там какая-то дичь, там, вверхеды переводится как над головой. Бочка, баррел. Такое бывает. Если говорим про YouTube, вот, наверное, в какой-то момент, когда ты особенно занимаешься чем-то и переносишь это на YouTube, начинаешь делиться, наращивать аудиторию, встаёт вопрос. Вот в нашем поле, допустим, буду ли я уделять всё своё время звуку или буду ли я уделять своё время ютубингу? Вот. Блин, тоже, знаешь... Две чаши такие. Ты острый вопрос задаёшь, что прям не хочется отвечать, чтобы не агрести на свою голову там хейта и комментов. Ну ладно, давай откровенно говорить. Честно говоря, я такое заметил давно уже, что чем больше роликов у звукорежиссёра, тем хуже у него звук. Это шутка, друзья. Конечно же, есть там Эндрю Шепс, Пенсады, которые прекрасные миксы делают. У них отличный звук и много роликов. Вот. Но в Рутюбе ситуация особенная. У нас в Рутюбе традиционно нет такой вот традиции, что прям мастера и настоящий гуру, не знаю, взять там Володю Овчинникову, например. Ни одного ролика нет, Володя Иванович. Или там Игоря Клеменкова. Вообще кто-нибудь знает Игоря Клеменкова? Не то что ролик, а даже интервью, даже его имени никто не знает. А он работал на Эбби Роуд, например, записывал группу цветы и сделал ахронический звук, который на виниле слушаешь и понимаешь, что это международный топовый уровень. Вот. И поэтому в русском, в Рунете, в звукорежиссёрском, опять же, вот это вот качели. Чёрное, белое, серое. Трудно разобраться. Поэтому, друзья, советую вам основу брать всё-таки у конкретного мастера. То есть очного. Прям заплатить денег мастеру, учиться у него очно, а ролики воспринимать как вспомогательный материал. Допустим, вы что-то освоили по темам мастера, и уже в дополнение к этим темам смотреть ролики. И опять же, ещё какая-то гарантия от того, что там неполная фигня будет, имена авторов этих роликов. Например, Эндрю Шепс, если это вещает, или там тот же Крис Лортелджи. Но уже с фильтром занятий с реальным человеком, с реальным преподавателем, вы поймёте, что в этом ролике дополняет ваши знания. Понимаете, да? То есть ролики не ставить во главу угла, а всё-таки реального преподавателя во главу угла. Ну либо вообще даже, может быть, пойти очно учиться куда-то в звукорежиссуре, и от этого уже строить базу знаний. Ну про учёбу и про начальный этап на этом поприще мы ещё поговорим чуть-чуть попозже. У нас прям целый блок есть заготовленный. Хочется поговорить про такую живую тему, это противостояние России и Запада. В частности, всё, что касается музыки... Блин, я думал, что это был острый вопрос. У тебя ещё острые есть. Тут прям набор ножей для шеф-повара. Хотелось бы поговорить в принципе про импортозамещение как таковое и про противостояние. Опять же, всё, что касается сведения, например, или техник, которые больше любят у нас и, допустим, которые не то, что неприемлемы, а скажем так, реже используются на Западе. Такого я не замечаю. Особенности русской аранжировки? Слушай, не вижу такого в топовом сегменте. Вот реально кто-то со звёздами работает у нас в России, в Москве в частности. Я не вижу особых отличий с Западом, с Лос-Анджелесом. Если взять высшего класса специалистов, в общем-то, и аранжировки, и звук делается такого же уровня, как делают высшего класса специалисты в Лос-Анджелесе. Что там фирма, а что здесь фирма? Да, но смотри, в чём глубокая философская разница. У них рынок 8 миллиардов человек, у нас 140 миллионов. Естественно, смотри, талантливых специалистов ты выбираешь там. В Лос-Анджелесе содержается со всего мира. То есть из 8 миллиардов выжимка 100 самых талантливых человек, а у нас из 140 миллионов 10 самых талантливых выжимается. И то же самое получается с индустрией и с опытом, и с деньгами в индустрии. Когда индустрия в Лос-Анджелесе, в Голливуде работает на 8 миллиардов, соответственно, и деньги пропорционально, которые собираются всей этой индустрией с 8 миллиардов человек. Понимаешь, что там артист американский, ну, не американский, интернациональный, который на английском языке через шоу-бизнес западный продаётся. Он, например, на стримах соберёт себе там дикие тысячи долларов и сможет нанять кучу специалистов и, скажем, делать продакшн своей песни, там 20 человек будут на него работать. Один будет подвозить микрофоны, другой будет настраивать гитарный звук, третий будет гитару настраивать, четвёртый будет тюнить вокал и так далее, и так далее. Получается, что выжимка из профессионализма каждого этого человека работает на создание этого произведения. А у нас, поскольку рынок 140 миллионов человек, ну хотя, наверное, русскоязычный рынок всё-таки побольше, там 250 миллионов, если взять русскоязычный, где принимается русская музыка. Но всё равно это во сколько раз меньше, не знаю, у меня с математикой плохо. Ну, в комментариях вы считаете? Математики, физики? Соответственно, музыкант может стримами, концертами получить столько денег, что ему хватит на одного, на двух специалистов. В итоге ему будет и гитары настраивать, и барабаны, и комбики подвозить, и, не знаю, монтировать выравнивание по ритму, и всё остальное. И сводить будет один и тот же человек. И получится, что нагрузка на этого человека такая, что просто чисто физически его победят 20 человек, команда узкоспециализированных специалистов на Западе. То есть это ситуация не в том, что там мы, русские, какие-то не такие, или там менее талантливые, почему хуже получается. Ситуация в деньгах. Просто рынок. Большой рынок, который даёт много денег. И, кстати, ещё такой вот, так сказать, фактор интересный, не связанный ни с чем, ни с профессионализмом, ни с чем, что когда у тебя много денег в какой-то сфере, туда идут талантливые люди. У нас в музыке мало денег, на стримах, не знаю, мне вот пришло там, я даже не скажу сколько, потому что это смешно и стыдно сказать, сколько там за музыку, которую я приложил руку, и которая издаётся. А там люди могут только музыкой заниматься, посвящая этому всё время, и узконаправленные специалисты. Вот, собственно, я думаю, что в этом корень. Продолжая тему противостояния вот этих двух полюсов импортозамещения. Вкратце вот, ну не очень долго про, возможно, что-то русское, какое-то наше оборудование. Ну русское постсоветское пространство, наверное, так будет более корректно. Что, возможно, ты сам используешь у себя на службе? Вот это моя любимая тема. Потому что я патриот, и мне просто приятно что-то использовать, если есть аналог русский, использовать, ну российский, скажем, корректно, чтобы не национальная была окраска, что вот это наша, имперская, так сказать. Я обожаю всё вот такое наше. И у меня в студии до хрена всего нашего. Микрофонов, не знаю, марок 5 разных. Гитара у меня две, по-моему, даже. Моя любимая гитара, на которой я весь продакшен делаю, выступаю, тоже русская. Там даже звучки русские. И она ничем не уступает американским. Мы прям делали тесты с хорошим гитаристом, с Володей Корниенко. Прям сели, попробовали там гибсон, телек, и эту нашу гитару Шамрай. Мне хочется открывать, собственно, Шамрайская. Она охрененная. Вот усилители иерасов, например, те же самые. Многие про них говорят, что типа так себе, но это тоже ситуация, опять же, ни чёрная, ни белая. Что-то в моделях у них так себе, но есть модели, которые ничем не уступают на таком же уровне. Звук другой, конечно же, то есть там нет такого, что они копируют в точности звук американского усилителя. Но я, например, как там продюсер, музыкальный продюсер, мне было пофигу взять иерасов или маршал. Чуть-чуть другой звук, но он всё равно классный, он высокопрофессиональный, он годится, его можно использовать звуки. Например, барабаны у нас есть русские офигенные, совершенно чужбинов-драмс. Тоже не уступает ничем западным. Свой звук, он не похож ни на таму, ни на DW, но он совершенно годный в профессиональном использовании. Но это можно бесконечно продолжать, не знаю, стоят ли там предусилители. У меня русские предусилители, здесь там колонки русские, мониторы. Я думаю, стоит сразу оговориться, что если какая-то тема, особенно в твоём исполнении и на этой студии, интересна зрителям, то не стесняйтесь, пишите внизу в комментариях, что именно вы хотите узнать подробнее. Если комментариев одинаковых, которые доносят ту или иную мысль, те или иные хотелки, скопится какое-то количество, я думаю, это всё воплощаемо. Можно снять прям ролик-обзор на что-то, что будет интересно людям. Да, я это и делаю. Например, мне приносили какие-то предусилители, я прям специально снял ролик, мы попробовали те предусилители, сравнили с этими, и русские, как правило, выигрывают, ребята. Вот это парадоксально звучит, но практически я не могу вспомнить прибора, чтобы русский проиграл американскому, там европейскому какому-то. Всегда вот приносит русский микрофон и американский. В одной и той же ценовой категории русский будет на две головы круче. Практически это железно. Китайский даже говорить нечего. То есть всегда русский победит китайский. Вообще ситуация даже странная, я не понимаю, почему так происходит. Потому что звукорежиссура, шоу-бизнес, музыкальная индустрия, это же вообще какая-то пена на телеэкономике. Это же миллиметр, если посмотреть по деньгам, по людям задействованным в индустрии у нас музыкальной. А в музыкальной индустрии импортозамещение просто невероятное количество. Вот что ни возьми, не знаю, тарелки есть русские офигенские, там мониторы напольные русские офигенские есть и так далее, и так далее. Вплоть до того, что конструкции сцены, ну не знаю. Единственное, чего нет у нас, это вот цифрового сегмента, цифровых пультов. Пока еще не добрались. Да. Или там DAW. Но это тоже объяснимо, потому что есть же бесплатные, совершенно прекрасные тот же, как Cakewalk, да? Как вот собрать команду здесь в России и Москве программистов и сказать, пишите DAW, а есть бесплатные. Ну да. Как с ней конкурируют? Какой инвестор согласится? То есть это тоже вопрос не того, что мы не можем, а вопрос того, что экономически нецелесообразны. И несмотря на это, в звукосфере, в сфере шоу-бизнеса, вот всё русское есть практически. Попробуй собрать, скажем, в Испании студию из испанского оборудования, не соберешь. Там два-три прибора каких-то испанских кастомных, не знаю, мастеровых найдешь, и всё. В России, если собирать студию из русского оборудования, можно 80% русского собрать. Ну что, будем ждать русское оборудование в райдерах, получается, у артистов? Слушай, да. Вот мы с Ярасовым это обсуждали, что проблемы, что в райдерах не указывают. Никогда. Вот Ярасов закрыт вход в райдерах. Хотя я бы с удовольствием поставил себе в райдер Ярасов. Кстати, не поставил бы, я реально поставил. Я там три года назад написал себе в райдере комбик Ярасов. Ну, если нету, ладно, любой другой лампой подойдет. Вот надо как-то переломить эту ситуацию, заставить наших музыкантов в райдер вписывать. Я думаю, время всё растает по своим местам. Ну опять же, посмотрим, что будет через время. У нас западопоклонство такое сильное в сфере музыки, среди музыкантов, что почти невозможно переломить. Входя сюда, взгляд сразу же падает на инструмент, что о нём можем сказать? Слушай, это просто мечта и фетиш. Я реально, когда открыл студию, я думал, что ну рояль когда-нибудь. На старости, когда разбогатею, там уже будет денег дофига, куплю рояль. Вот. И даже, не поверишь, я сделал в этом помещении дверь специально для заноса рояля. Потому что я знаю, что... Уже с расчетом. Да, сразу, вот на стадии строительства. То есть я знал, что бывают такие ситуации, что там разрушают окна краном, заносят через разрушенное окно и потом заделывают его. Вот. И тут удивительная история произошла. Звонит мне мой товарищ, говорит ему, он тоже владелец студии, друг, просто настоящий друг, и говорит, что ему подарили рояль. Говорит, забирай мой старый. Вот. Но не бесплатно за какую-то дружескую сумму, но она была посильная. Я думал, что типа рояль-то что-то такое невероятное. Это как автомобиль там хороший, несколько миллионов. Оказалось, что вполне можно взять за приличную сумму. И как раз у меня хороший заказ был, мне там предоплату дали за ажировки. Вот. И я получил рояль. Я сам не верю своему счастью. Он совершенно потрясающий. Он старый. Это, как мне сказал один из мастеров, вы цените, что сейчас такое не делают. Они нежные. Ему не надо выколачивать звук. Он всю нюансировку легко передает. Но вот то, что важно там, что отвечает за какие-то устревания, оно все переделано. Колки новые, там молоточки сделаны, демпферы, струны новые. Вот. Так что у него сочетание двух классных вещей, что все новое внутри и старое дерево. Просушенная уже звучащая деревяшка. Да, и в итоге я просто охраневаю. Я слушаю, когда уже там в контрольке с микрофонов, ставлю какие-то западные референсы по роялю, и я понимаю, что я не слышу разницы. Интересно. И здесь же сразу открывается прекрасный вид из окна. Я думаю, слушай, может там наши зайцы, которых убили. Ты садишься за рояль, начинаешь играть, поворачиваешь голову налево и такое прекрасное за окном. Слушай, и это только начало зимы? Что будет дальше? Просто сказка. Это как в какой-нибудь диснеевский мультик. Взять вот такая же картина, так вдохновляет. Это, конечно, просто мечта. Мне самому не верится. Хорошо. От оборудования вернемся к звукорежиссеру, как к личности, и поговорим о такой достаточно животрепещущей теме, как токсичный звукорежиссер. Потому что это очень часто. У тебя прям качели. Только приятный вопрос, а потом какой-то странный. Динамика, чтобы было интересно. А, динамический диапазон вопросов. Новая тема. Открылась. Да, очень токсичная сфера звукорежиссуры. На удивление токсичная. Я просто поражаюсь, не понимаю, с чем это связано. Например, у меня жена моя, Маша, она работает в издательстве. Там все такие милые, все доброжелательные, поддержат в любую минуту. Там, если какая-то трудность, помогут, принесут кого-нибудь там, файл тебе помогут сделать, откроют, передадут, подстрахуют. В звукорежиссуре это же трындец какой-то. То есть любую там... Позже, допустим, какой-то свой успех небольшой. Допустим, пришел музыкант, который мечтал с ним поработать. И обязательно в комментариях будет 15 каких-то звукорежиссеров, которые напишут, что там либо я козел, либо этот музыкант, либо что-то не так сделано, либо он бы сделал лучше. Это какой-то парадокс. У меня, не знаю, у меня половина известных звукорежиссеров забанена в соцсетях, потому что это невозможно. Непонятно, в чем дело. Может быть, есть такое расхожее мнение, что звукорежиссура это неудавшиеся музыканты, и они поэтому такие как бы завидуют музыкантам, которые с той стороны сцены, да, они бы тоже там хотели быть, но вынуждены быть обслуживающим персоналом. Может быть, вот тут какая-то психологическая штука. Ну не знаю, ты с психологией знает, но это звучит, по крайней мере, достаточно интересно в теории, в этом есть здравое зерно, на мой взгляд. И как бы вот ты, гад, ты добился, тебя девчонки любят, сейчас и тебе потише. Ну можно, можно как Аллан Парсонс, писать альбомы и выступать на сцене. Вариант. Совмещать приятное с полезным. Ну, конечно, опять же, нет черного и белого. Есть дофигища офигенных людей в звукорежиссуре, мои друзья все, как правило, открытые, душевные люди. Кстати, я вот не понимаю, как вот эта вот злая половина, как она карьеру делает. Ведь чтобы общаться с музыкантом, ты должен быть милым и добрым. Потому что музыканту он подчас звуки не понимает, а вот комфортная психологическая атмосфера на записи для него может быть даже важнее, чем звук. И для меня загадка, как многие наши токсичные звукорежиссёры делают карьеру. Поговорим о звукорежиссёрах. Я думаю, это такой смежный вопрос. Он касается и начинающих звукорежиссёров, и звукорежиссёров более матёрых, опытных. Вот такое название. Я на самом деле до нашего интервью даже не знал о существовании эффекта Даннинга-Крюгера. Очень-очень интересно. Я зашёл на Википедию, почитал. Это действительно здорово. И это словосочетание, которое буквально объяснило, вот что было у меня на моём опыте. И у меня это было. Вот когда ты уже набил руку, ты уже начал что-то делать очень хорошо, но при этом ты, ну если говорить в деньгах, хорошо дешевишь, очень часто не берёшь какие-то ответственные проекты, которые ты в принципе можешь вытягивать, но ты боишься. И вот у тебя сидит, а что если? А что если? Может быть, у меня не получится, может быть, я не смогу. Вот в сфере звукорежиссёров как это проявляется? Это очень ли это мешает рабочему процессу? Это очень проявляется. Знаешь почему? Я так думаю, почему? Потому что звук это такая штука, которая ненаглядная, она в голове у каждого человека. Ты вот, когда ты делаешь картинку в фотошопе, если ты графический дизайнер, там всё видно. Вот это красненькое, это синенькое, здесь буква налезла на плашку, это может заказчик тебе пальцем ткнуть, ты подвинешь, а в звуке он тебе скажет, какой-то звук не пушистый. Сделай попушистей, пожалуйста. Очень много чего-то вот такого персонального, индивидуального. Да, непонятного. Это же в голове образ, звуковой образ в голове у каждого человека. А что творится в голове каждого человека, мы не понимаем. Что он слушал, какой у него культурный контекст, там музыкальный контекст. И поэтому очень трудно понять критерии хорошего звука. И мы вот только... Я тоже на это попался в своё время. Ты вроде уже здесь правильно говоришь, обучился, что-то знаешь, как записывать, и тебе кажется, что ты офигенный. Это как раз суть эффекта этого самого Даннинга Крюгера, что твоя компетенция не позволяет тебе понять, что твоя компетенция маленькая. То есть она, поскольку маленькая, ты не понимаешь, что ты не крутой. Вот. К сожалению, мне кажется, большинство звукорежиссёров через это проходит. Я тоже на этом поймался. Я там думал, что я офигенный, спустя пару лет работы звукорежиссёром. А сейчас я слушаю эти работы, понимаю, что это дичь и стыдно слушать. То есть это лечится буквально временем? Временем, опытом, да. Может быть, есть какие-то умные люди, но вот я не из этих, которые могут это осознать и учесть в своей работе. Скажем, ты два года звукорежиссёришь, да, и понимаешь, что, а есть же эффект Даннинга Крюгера. Вот может быть, я так себе звукорежиссёр. Вот. Но я не знаю, как это... Опять же, если говорить про компетенции, про возраст, например, звукорежиссёра, когда мы говорим о определённом жанровом стиле. Допустим, это какая-то музыка, центральная аудитория которой в конечном итоге станет молодёжь. Важен ли возраст звукорежиссёра, который будет работать с миксом на записи? Слушай, дело не в возрасте, дело в опыте. Потому что волей-неволей с опытом, с возрастом набираешься опыта. То есть просто жопа часами, там, 40 лет человек делает одно и то же, и он в этом становится просто ультрамастером 80-го уровня. И просто закон жизни, что к концу жизни звукорежиссёр набирается такого опыта, что он любого молодого, который вроде бы в трендах, вроде бы он модный парень, вроде он с тобой на одной волне общается, но он сделает хуже всё равно. Потому что звук, эта профессия, она сродни... Да не просто научиться, не знаю, там краном управлять, где есть инструкция, где всё понятно. Ты нажал рычаг, кран повернулся. А это не знаешь чем сравнить с художником, с сомелье. То есть то, чему не только можно обучиться знаниями, но и надо быть творческим мастером, понимаешь? Да, то есть ты набираешься всё равно это с годами. И волей-неволей только там после 40 люди начинают делать действительно круто. Если посмотреть самые такие вот крутые миксы на Западе, это все дядьки с бородами. Некоторые вот умирают постоянно. Потому что буквально за год до смерти делают грименосный альбом какой-нибудь молодой звезды. Вот тот же Эндрю Шепс, он выглядит как старичок, как дедушка, а делал для Леди Гагу, которая молодёжная, хайповая такая вся. Вот, то есть, к сожалению, есть такая зависимость, что чем круче звукоречтёр, тем он старше, мне так кажется. О студийном мониторинге. Давай, показывай, рассказывай, а заодно я попрошу тебе рассказать о своих любимых мониторах. Ну, в принципе, с этого давай начнём тогда. Мои любимые N-Monitors. Вот они у меня все три пары. Рабочие лошади, ты на них. Да, на них свожу. Вот. И причём, что самое интересное, что свожу на необычных мониторах на трёх полосках. У нас как, принято работать в основном на двух полосках? Ну, скажем, там NS-ки двухполосные, да. В основном все там квесты какие-нибудь двухполосные. На дальнем поле практически никто не сводит. Вот. А мне как раз не хватает вот этого низа, который даёт большие колоночки. И я нашёл вот новый форм-фактор. Он ещё такой, только набирает популярность и моду. Три полосы в ближнем поле, которые маленькие, компактные, которые можно поставить в ближнее поле. Они вот уже появились такие, OTC, SCM25, Head'ы такие есть, Neumann'ы такие появились. Что там ещё у нас? Focal, по-моему, такие есть. У Gene Leak'ов вроде тоже что-то такое было. Трёхполоски такие маленькие, да? Что-то есть, насколько я помню. Вот. Причём я могу даже пояснить, это такая, фактически это новая концепция использования мониторов, нераспространённая в звукозаписи, что нужно full range в ближнем поле получить. Потому что, смотри, последние там лет семь, наверное, Грэмми даёт за очень низастые записи, где ультра-низ раздутый, саб-низ раздутый. Вот что ни возьми, даже вот поп-рок, там, не знаю, там, Джон Майер, например, там, Майкл Брауэр, по-моему, сводил его, писал тоже Грэмми за звук ультра-низ. Прям реально сабвуфер, там, в девятках у реальных пацанов будет разрывать стёкла. Вот. И когда я свожу и не контролирую этот ультра-низ, у меня получается перекос. То есть я в Фадере, там, как вот традиционно всегда на инесках, работаю с серединой, а низ, он профокапливается, фактически, потому что он влияет, взаимодействует с серединой очень сильно. Если ты не слышишь низа, ты не можешь правильно и середину отстроить. И поэтому вот уже, я смотрю, не только я, уже не многие наши звукористёры переходят на Full Range. Костя мотофонов, вот, на Barefoot и с Full Range перешёл. Игорь Лалетин, я тоже видел, по-моему, SM9, по-моему, тоже большие, с трёх полоски. То есть повсеместно есть действительно тенденция, переход на более ближнее поле. По-моему, да, это тенденция. Вот я смотрю, что топовые... Три полосы. Да, а я вот тоже для себя это открыл, что вот я хочу услышать Full Range, ну, полный диапазонный, и динамический, и частотный, постоянно весь процесс сведения. Вот. Единственная засада с этими мониторами, ребята сняли их с производства. Ага, то есть, если что, их как-то докупить части дополнительные... Блин, хрен знает, непонятно. Чёрт его знает. А все три пары пассивные? Да. Хорошо. Эти основные, про остальные две пары, что ты можешь сказать? Допустим, ты их используешь для щит-контроля, чтобы как-то полировать, корректировать микс. Они очень по-другому звучат совершенно, даже не полировать, корректировать, там на пять секунд включаю, проверить, что ничего там не профакаплено просто. Баланс можно... Вот на этих там хорошо баланс слышно, на этих... Это вообще щит-контроль, как типа телевизоры, наверное, там тоже. Ну да, кубики, как есть. Вот. То есть, фактически, там, 99% времени я на одних мониторах, а это чисто проверить. Хотя, сказать по правде, у N-Monitors даже вот эти вот... Эта начальная линейка у них, там, нижнего сегмента самого. Блин, я иногда переключаюсь и забываю, на каких я работаю. Потому что, в принципе-то, они неплохие даже так. Интересно. Интересно. Вопрос будет, вот я увидел, очень интересно у тебя спросить, я просто не знаком именно с этими моделями. У них просто устройство колпачка такое, или они коаксиальные, а не двухполосные, то есть драйверы в драйвере? Однополосные. Однополосные, просто колпачок такой интересный. Видимо, верх помогает как-то подтянуть. Слушай, здорово. И, ну, вместе с мониторами ты используешь САП для своей работы? Нет? А вот внизу стоит, он просто не подключен? Это клиентам показывать, да. А, а! Он подключен, можно... Слушай, это находчиво, это очень находчиво. Им же там важно, чтобы колбасило, понимаешь? Ну конечно, конечно. Продолжим тему мониторинга. Вообще, для хорошей работы, чтобы получать хороший результат, важно ли иметь дорогой мониторинг? Или можно ограничиться бюджетным сегментом? Можно ограничиться бюджетным, но это сильно усилит количество жоп часов, которые надо, чтобы достичь. В хороших мониторах просто сразу всё слышно. Там 0,2 децибела крутанул, это адекватно слышно. А на дешёвом можно там и 3 крутить, не понимаешь, изменилось что-нибудь, не изменилось. То есть дело даже не столько в настройке, в коррекции частотной, а вот именно слышать. Это нарабатывается с годами, и поначалу этого может просто не быть. Допустим, вот бочка, вот бас. Скажем, поставить время компрессии на бочке, релиз-атаку компрессора на бочке, на басу какую-то выставил, начинающую он выставит по-другому и не поймёт, что изменилось. Понимаешь? Но на хороших мониторах ты быстрее это понимаешь. Скажем, у тебя когда, ну как это называется, групповое время задержки, по-моему, когда динамик отрабатывает быстро, и низ быстрый. Ты просто быстрее эти времена на хорошем мониторе выставишь. На плохом будешь долго-долго пытаться понять, слушать референсы на начальном этапе. Сейчас я не слушаю, вот когда начинаешь, это обязательно слушать. Вот. Просто быстрее и качественнее. А так, в принципе, я уверен, что мастер и на плохом мониторинге сделает круче, чем начинающий на хорошем. Вот такая фигня. А ещё они все пассивные, все три пары у меня. Тоже такая интересная тема. В нижнем сегменте я советовал бы брать пассивные мониторы, потому что за эту цену, за которую продают всякие там Адамы, Фокалы, Ямахи, КРК... В ней уже и усилитель, и сам монитор, ясное дело, что... Там копеечный усилитель. Ну да. И он реально грязно играет, прям слышно. Вот есть те же N-мониторы, есть пассивные, есть активные. Ребята мне привозили пассивные на тест. Блин, хуже. Слышно. А вот в топовом сегменте нормально. Там уже какие-то джиннелейки за миллион рублей, например, взять. Там усилитель офигенский встроен. Без проблем, можно активные брать. Покуда мы находимся в таком прекрасном тон-зале, хочется поговорить об акустике помещения и сама студия. Я не знаю, будет ли у нас потом отдельно идти речь про студию, но я думаю, сейчас часть стоит всё-таки говорить именно про акустику, потому что это всё строилось на заказ. И это всё... Ну я передаю слово как бы, что я буду говорить. Народ, вообще вот эта вот частая ошибка начинающих звукорежиссёров, что кажется, что я сейчас сам почитаю чего-нибудь, сам налеплю себе на стены, и будет офигительно. Я пришёл там спустя две студии к тому, что нет, всё-таки надо нанять человека, который в этом разбирается круче, который на это положил там полжизни, изучал тему, построил несколько студий, понял, что к чему. И я заплатил просто денег Артёму Аматони. Вот погуглите, у меня в ВКонтакте, друзьях он есть, Артём Аматони. Он несколько студий уже построил, мне уже две студии построил. Вот, и он сделал это всё на своё усмотрение. Сделал очень здорово, профессионально и талантливо, и как-то даже оригинально. И всё, что я знаю про акустику, это я вот у него подглядел фактически. Звукорежиссёру, в общем-то, не обязательно быть акустиком, потому что он может прийти в готовую студию, работать в студии, где уже есть акустика. Входя в здешний тон-зал, мы минуем настоящие ворота. Давай, рассказывай нам о них, что это за система такая? Слушай, это офигительная система, я сам это придумал, горжусь этим. Я повторюсь, студию делал Артём Аматони, инженер студии, но вот есть мой вклад вот эти вот двери. Так, это твоя задумка. И они убивают двух зайцев. Блин, зайцев жалко, тут реально зайцы живут. Я вот недавно шёл, и прямо из участка у меня из-под ног зайцев убежал. Давай, скажем, поймаем. Поймали двух зайцев. Сразу двух. Так. Первый зайц, что это образуется общее пространство. Смотрите, когда идёт подготовка к лайву, например, все музыканты там настраиваются, и кому-то надо что-то крикнуть. Витя, там, принеси, не знаю, гитару. И когда студия изолирована сильно отдельным проходом, то это целое дело. Надо повесить свою гитару, снять с себя провода, долго-долго идти в контрольку, потом обратно идти. Пока ещё там нету токбэка, например. Вот. А общее пространство, делать всё это эргономично и быстро. Всё видно, все друг другу доступны, разговаривают. Вот. И вторая, совершенно эзотерическая штука. Давайте я вам покажу, кстати, как они закрываются. Вот смотрите, их тут два слоя. Вот один слой. Это внешне у тебя, который в аппаратную идёт. Да, и второй. В принципе, даже шлюз получается. То есть можно закрыть сначала одну половинку, а потом заходить. Да. Если не надо, чтобы не мешать записи. Вот. А вторая штука, это вообще эзотерика полная. Если знаете, то площадь контрольки при сведении влияет на количество низа. И, вернее, не на количество, а на моды, которые образуются резонансы паразитные. И если открыть эти двери, то получается, что у меня контролька не 40 метров, а 140. Это вообще уникальная штука. И низ получается совершенно быстрым, адекватным и легко контролируемым. Вот такая вот вещь. Слушай, интересно. Получается, у тебя два слоя внешних и два слоя внутренних. Ну я именно имею в виду. Стеклопакет тройной. Тройной. И там, и там. Да. И всё это, естественно, делалось на заказ. Да. И, кстати, они изолируют лучше, чем стена. Представляете, то есть, когда их закрываешь, через стену звук больше проходит. А какие-то отражения от стекла не мешают при работе? Есть. Блин, ты, как всегда, компетентно подламываешь. Вот. Звук режиссёра в крови. Как-то перекрываешь чем-то. Слушай, это всё тоже компенсировали, продумали. Артём придумал совершенно потрясающую штуку. Вот, наверное, видно отсюда. Вот там, на задней стене контрольки стоит огромный мембранный широкополосный поглотитель. Причём волнистой формы, многофункциональный. Он как раз, эту проблему берёт на себя. Он эти отражения поглощает, компенсирует. И там и низ он тоже. И он по низу. У него резонансная частота довольно низкая. Он и низ, который может там погулять лишнего, тоже берёт. А ещё там низ по Ньюэлу висят щиты из минваты под потолком. Их не видно. Они, так сказать, замурованы там. Но они работают. Вот. И реально получается, что на слух я уже не слышу этих дверей. Удалось компенсировать. То есть да, у тебя получается идёт отражение туда, а оттуда уже до контрольки не доходит. И реально ушами я вот так закрываю, открываю и не слышу. Но всё равно, на всякий случай, мы же дотошные и занудные звукорежиссёры все. Смотрите, что я делаю. Я эту дверь ставлю ребром к монитору. И фактически она становится просто невидимой для звука, для звуковой волны. То есть волна идёт от монитора. Вот монитор, идёт вот так вот. И дверь не влияет. Слушай, интересно. Опять же, вот секрет звукорежиссёров, друзья, пользуйтесь. Потому что это, ну, это бесплатно. Опять же, мы тут думали вводить какую-то плату за использование идейных наработок Виктора. Да шутка, конечно. Да, мы шутим, естественно. И это классно. Это решение, которое ты сделал сам, и которое работает, что самое главное. Проверено 4 года. Я каждый раз наслаждаюсь, когда начинается видеосъёмка, там, не знаю, приходят известные музыканты. И у тебя свободно, ты ходишь и общаешься. И там носишь, не знаю, провода туда-сюда. Для работы важно помещение, его характеристики? Очень важно, к сожалению, да. Очень важно. И начинающих, естественно, нет. Ты в спальне ставишь, у тебя мониторчики, начинаешь сводить в ужасных условиях, и ничего не слышишь. И получается, что даже можно было бы купить подешевле мониторы, но побольше денег потратить на акустику, и было бы круче, лучше было бы слышно. Но с домашней акустикой есть один приёмчик, как с ней бороться. Поставить колоночки поближе, поближе к ним сесть, вот так вот. И тогда мы как бы в радиус гулкости попадаем, и уменьшается влияние отражения стен, и хоть как-то балансы хотя бы мы можем делать. Хотя бы, не знаю, там, демки, если вы музыкант, начинающий, делаете там звук дома сами. По крайней мере, демки с правильными балансами можно получить. Не будет такого, что там баса не слышно, гитара херачит на переднем плане. Вот хотя бы это. И в наушниках контролировать низ. Но всё-таки надо стремиться к тому, чтобы акустику сделать. Ну я бы мог сказать какие-то там слова. Не хочется, потому что это всё неправильно. Если вы смотрите этот стрим, то, наверное, это вы звукорежиссёр или хотите им стать. Или кто это? Может, музыканты, которые сами сводят, да? Я думаю, да. Люди, которым это интересно. Которые, ну возможно, профессионалы на уровне. Возможно, это люди, которые только начинают. Слушай, тогда, скорее всего, есть смысл заморачиваться, если это люди, которые прям занялись звуком, а не просто там один раз что-то сделали. Тогда есть смысл заморочиться и хотя бы, не знаю, акустические панели какие-то сделать, какие-то ловушки. Дофига материала на эту тему в интернете. Но лучше напишите Артёму. Подкопите денег. За недорого, да. Он мне, кстати, маленькую комнату тоже делал. Я там сводил миксы, которые в чартовой дюжине потом были. Именно вокальная? Маленькая, не кабинка, а типа аранжировочной. У меня было в прошлом помещении студии, там была парочка комнаток отдельных. И когда студия занята, чтобы не тратить время, я сидел там, что-нибудь сводил в этой аранжировочной. И зашибись. Поговорим о микрофонах, о дешёвых микрофонах, о бюджетных и более дорогих. Так ли существенно разница между микрофонами, допустим, между каким-то, ну грубо говоря, Нойман Телефонкин и мастеровой репликой Нойман Телефонкин. Вот стоит ли переплата свеч вообще? На мой взгляд, не стоит. Но это, смотри, мы уже говорим про профессиональный сегмент. Допустим, если кто-то из профит нас или там тем, кто хочет стать профи, смотрит, тому это будет интересно. Я сравнивал, ну как сказать, не прямую, но по памяти, когда записывал, скажем, на винтаже оригинальный Нойман. Винтаж это одна из самых таких навороченных студий в Москве больших, сделанных там мирового уровня студия, и там есть оригинальные винтажные микрофоны. Мне, честно говоря, даже они меньше понравились, чем клоны, которые есть у меня или там я встречал ребят. Но это, в общем-то, объяснимо, потому что со временем высыхают конденсаторы, осыпается мембрана микрофона, и вот именно такой звук я и слышал, немножко деградировавший. И даже клоны тех же самых Нойманов у хорошего мастера, если сделаны. Вот, например, у меня там микрофоны Алексея Чхаидзе. Это считается один из выдающихся мастеров микрофоном. Они мне даже больше понравились, чем оригинальные Нойманы. Вот такая вот история. Опять же, речь у нас зашла о широкомембранниках. Где-то хорошо широкомембранники не звучат, как на вокале. И вот вопрос о подборе микрофона под тот или иной голос, под ту или иную характеристику вокалиста. Вообще острый ли он? Или это такая какая-то накрутка, миф, который не стоит туда давать? Накрутка. Это преувеличенная проблема. Прямо вот каждый звукорежиссёр-блогер говорит об этом, посвящает этому отдельный ролик, что нету микрофона нормального, хорошего, есть только подходящий. Вот, да? Ну блин, я могу повергнуть... У тебя, допустим, 15 китайских дешёвых микрофонов за 100 долларов, за 200 долларов. И один дорогой. И ты будешь ставить 15 микрофонов выбирать из китайских и дорогого? Они априори проиграют. Там будет какая-нибудь дичь по верху, там будет резонансы паразитные у каждого из дешёвых микрофонов. Ну нет денег у фирмы, которая делает дешёвые микрофоны, бороться с проблемами. И всё равно победит один этот. И можно, в принципе, сразу ставить этот один без подбора микрофонов. А если речь идёт сразу о нескольких микрофонах, но дорогих? Тоже, тоже преувеличено. Любой хороший микрофон дорогой, любой артист более-менее клёво звучит. Есть, опять же, какие-то экстремальные случаи, скажем, там грузинская певица, которая поёт с громкостью 120 дБ. Вот тогда, наверное, не стоит ей ставить микрофон, который поджаривает звук, перегружает, скажем, там винтажный ламповый 47. Там будет режущий звук на этих там трёх-четырёх килогерцах. И тогда можно и поставить ленточный или даже динамический. Ну вот, грубо говоря, резкий голос, тёмный микрофон. Не резкий голос. Наоборот, микрофон, который добавляет, обогащает гармониками. Ну и опять же, три градации. Допустим, ленточный, динамический, конденсаторный, ламповый и неламповый. Вот, в принципе, этого достаточно. И уже с большим опытом просто приходит человек, буквально первые там три строчки, он начинает петь, и понятно, что вот этот микрофон подошёл, всё, продолжаем дальше. Не подошёл, я тут же знаю, что надо этому поставить, например, динамический или ленточный этому артисту, потому что он, скажем, там дико орёт, и в связках у него какая-нибудь торчит форманта, который будет выносить мозг людям. Ну то есть в парке каждого звукорежиссёра есть определённые, ну так как назовем, рабочие лошади по те или иные типы голоса, и уже он знает, что так вот, час восемь седьмой берём, так, о, сейчас это, сейчас то, там, 7b берём, записываем на него. Я бы не преувеличивал значение подбора микрофона. Ещё знаете, есть такая психологическая штука. Вот пришёл артист, особенно если известный, да, и вы выставляете перед ним несколько микрофонов, начинаете тесты микрофонов, а у него эмоции проходят за это время. Он бы лучше бы в один чуть-чуть неподходящий спел, но зато эмоциональный, трогающий какой-то дубль, где он прям вложил бы всё, всю свою душу в это исполнение. Я лучше потом эквалайзером чуть-чуть подправлю или там сатуратором добавляться, не хватает чего-то. Вот, кстати, по поводу эмоциональности записи, ведь это тоже достаточно важная характеристика вместе с частотным диапазоном, который мы получаем. Это какое именно настроение, какие именно эмоции артист даёт на запись нам. Это очень важно запечатлеть такие моменты. Да-да, не надо забывать, что мы по большому счёту обслуживающий персонал, что главное это артист, главное это песня, которую он записывает. Наше дело обеспечить, чтобы дошло то, что вложил артист. Есть даже очень интересное, ну я вот сейчас вспомнил из такого, из далёкого прошлого, был материал видео про студию Mutown, где велась запись, ну естественно, на ленту, потому что тогда цифровой записи в принципе никакой не существовало. И очень много записей с Рэм Чарльзом, с Стиви Уандером дошли до наших дней с нелинейными искажениями. То есть это запись, записанная на ленту с перегрузкой, потому что просто они не настроили подмагничивание. У меня такое было. А это... как всё это происходило? Просто приходит Рэй Чарльз, садится за пианино, начинает играть, что-то поёт, как бы чек, на котором в принципе должно настраиваться подмагничивание. Техники начинают что-то настраивать, а Рэй Чарльз пел, всё, эмоции все отдал, уходит из студии. У меня это было неоднократно. Просто мы чек там пристрелочный, чтобы баланс наушников оставить. Ну давай сейчас попробуем, оставим. И артист выдает такой дубль, который не можешь повторить, и мы издавали не один раз с перегрузкой. И даже какие-то вещи... Но это такой результат, что в принципе на перегрузке даже можно закрыть глаза. Да. Эмоция в песне важнее, чем технические штучки. Про мониторинг поговорим отдельно, потому что не про мониторинг, который стоит у оператора, у звукорежиссера на посту, а про мониторинг для артиста. И насколько он важен, ну вот если мы говорим сегодня про студию, в студии на работе? Очень важен. Колоссально. Я прям с этим заморачиваюсь, а почему-то вот в наших студиях московских мало кто с этим заморачивается, даже в голову людям не приходит. Иногда прям они проектируют студию так, что там мониторинг, одна линия на всех, все наушники втыкаются в один и тот же выход, например. И барабанщик и вокалист, скажем, при лайвовой записи одновременно слышат одинаковые миксы. Многие даже проектировщики, звукорежиссеры, владельцы студии даже просто не приходит в голову, что это неправильно. Ну очевидно, что если у вокалиста будет клик херачить на той же громкости, на которой он у барабанщика, то вокалист будет в ступоре и не сможет правильно эмоционально исполнить. Вот. Или даже такие вещи, что от громкости иногда высота интонирования вокалиста меняется, например. Или подача меняется. Ну естественно, когда некомфортно в ушах. Это очень важно. Я с этим страшно заморачиваюсь. Я сделал прям, чтобы у каждого был стереомикс громкий, наушники подбирал. Вплоть до того, что... Кстати, приходил ко мне Сергей Ефимов из круиза, вот он тоже на этом заморочен. Он говорит, что он не может записывать прям барабаны, если он не слышит диск, как будто это CD-диск звучит, как я сказал. Ну изданная запись радийного качества. То есть должно быть очень громко. Должны быть барабаны там с компрессией, с гейтами, с эквалайзерами обработанные. Вот. И для этого приходится сильно заморачиваться. Очень мало какая система студийная может позволить это сделать. Протулс только это вот в софтовом виде без задержек может позволить, да? Собственно, поэтому в больших студиях Протулс, наверное. Или вот там ещё варианты можно с концертным пультом заморочиться и сделать такой хороший... Ну да, достаточно много групп дополнительных, с которых можно в целом... Можно и в софте, в принципе, с маленькой задержкой. Но тогда в проекте не будет много плагинов. Ну и уже дополнительная мощность на компьютер идет, естественно. Если и обработку тоже брать в реальном времени. Смотри, хорошие музыканты профессиональные, они больше трех миллисекунд их бесить начинают. Скажем, барабанщики, пианисты особенно. Если меньше трех... Сразу слышат. Не замечают, больше трех слышат. А гитаристы, кстати, даже некоторые гитаристы... Вот у меня Володя Корненко приходит, и примочка просто, если 7 миллисекунд дает, допустим, эмулятор, комбик или процессор, он говорит, всё, я не могу играть, у меня задержка. Вот поэтому в студии ещё вот такая важная проблема, чтобы ещё и без задержки был мониторинг. Надо думать, извращаться. Мы с Артёмом тут много думали на эту тему, как построить, решили. Это важный момент, чтобы в первую очередь артисту было комфортно, потому что влияет на результат. Вот очень интересный вопрос у меня будет о тип мониторинга. Мы сейчас говорим по большей части про тихий контроль. А используешь ли ты в студии громкий мониторинг для артистов? И если да, то как? Нет. Нет. То есть, как правило, только тихий. Потому что я знаю, есть какие-то технологии, где прямо на студии используются кабинеты, ставятся как-то они направляются особым углом. Я так делал. Бывают непрофессиональные певцы, которые просто столкнулись с наушниками впервые в жизни. А, и они привыкли работать на громко. Да, он просто офигевает, слышит какую-то новую языковую картину, не слышит свой голос напрямую, не понимая, что делать. Тогда приходилось ставить две колоночки в противофазе, вот, далеко от микрофона где-нибудь сзади. Или дети там, например, тоже дети. Они же неопытные, непрофессионалы. Получалось, в принципе, сделать нормально, где можно разделить, что фанера довольно тихая, не слишком мешает. Ну они в противофазе, они схлопаются, естественно, артист слышит. Точка микрофона в противофазе, да. А на микрофон пишется. Нет, конечно, всё равно это лезет, но, как правило, и эти записи не издаются профессионально, которые так пишутся. Потому что если это люди непрофессионалы, пишут это там для себя, для друзей обычно. Так что не проблема. Ладно, обрати внимание на слона, на которого стоило обратить внимание. Вот он посредине прям просит, 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 чтобы мы о нём рассказали. Давай! Очень люблю эту штуку. Причем купил я её у вас в поп-мьюзике. Большое спасибо магазину. Это уже приятно. Да, видишь, какая штука. Работает, полезно. Да, смотрите, друзья. Это, кстати, к разговору об аналоге. Вот, например, в больших студиях, где SSL огромный, и в процессе записи обязательно какая-нибудь кнопка начинает шуршать. Какой-нибудь фейдер начинает просто там глушить звук. У людей в мониторинге, у музыкантов в мониторинге там начинают очень пропадать просто инструменты. Вот, поэтому я считаю, что цифровой сетап, это для творческой составляющей просто необходимо. То есть, когда вот такая штука начинается, а это, скажем, джазовый коллектив, который играет лайвом и не может там повторить этот дубль, там куча импровизаций. Всё, это трендец, это облом страшный, музыка пропадает, настроение в ней пропадает. Конечно. Вот, и я считаю, что цифра и здесь лучше. Эргономика, творчество больше идёт. И я бы вот реально, даже если был неограниченный бюджет у меня, я бы предпочёл концертный цифровой пульт для мониторинга и отдельные преампы для трекинга, для оцифровки. Вот, и что ещё удобно у этого пульта, что здесь можно сделать несколько независимых мониторных миксов для музыкантов. Это тоже для них очень важно, чтобы каждый слышал свой собственный микс, например, басист побольше баса, побольше барабанов, иногда вообще хочет выключить вокал, например. Представляешь, такой же микс вокалисту запустить. Ну ты говорил, да, что это проблема, что у нас очень много студий, где один микс... хорошо, если стереомикс работает сразу для всех исполнителей. Это просто ужас какой-то. И у всех есть свой индивидуальный микс, и более того, в процессе работы каждый артист может его регулировать. Ты уже взял планшет... В принципе, все выступающие музыканты это знают, что можно программку поставить, и вот смотрите, видите, волшебство какое. Более того, я пока ехал к тебе сюда, тоже поставил приложение сейчас. Уже подключился к твоему Wi-Fi. Мы с тобой можем посоревноваться, кто кого пересилит. Давай попробуем. Четвертый фейдер, например. Наташа, чтобы вам показать, друзья, вот первый я поднял, увёл, второй я поднял, увёл, и это мой вокальный микс. Допустим, здесь у нас на консоли открыт слой лэйера с вокалом. Вот, допустим, там слой, это бас или барабан. Гитарный, бас, барабаны, то есть клавиши. У каждого исполнителя есть свой собственный независимый микс. 8 стереомиксов. В которые можно набирать всё, что только угодно, в том числе и клик-трек, метроном. Отдельный метроном, отдельная фанера. В которой можно играть. Это очень здорово. И по роутингу ещё раз просто, чтобы уточнить, как именно у тебя здесь всё устроено. Часть звука у тебя идёт на запись напрямую в аудиоинтерфейс, и там же у тебя есть, ну грубо говоря, такое разветвление, развилка, и этот звук попадает в консоль для мониторинга. Отдельно. То есть аудио напрямую пишется через ополу в компьютер. Прессонус не участвует в аудиотракте, он участвует чисто как мониторинг для музыкантов. Вот, и смотрите, что он может прикидываться ещё и... Видите, смотрите, что происходит. Он может прикидываться не только мониторинговым пультом концертным, но ещё и контроллером для работы в рабочей станции. Это круто, это магия. Давайте попробуем порушить микс, который уже был нарулен. Блин, это же 7b. Придём и всё. Да, кстати, все исследования здешнего аппарата ведутся на реальных проектах. Между прочим, вы могли подсмотреть плагины. Ах, ё-моё, теперь все узнают мои секреты. Все секреты. Кстати, да, в тему о секретах. Вот ты не стесняешься своих секретов показывать людям, делиться. Слушай, да, я знаешь, что подумал на эту тему? В принципе, конечно, стрёмно выдать свой шаблон сведения. Можно его снять вот так с экрана, повторить, и уже там большая часть знаний переходит. Но я так подумал, что я на таком уровне уже, что чтобы догнать меня, это надо 10 лет вот с этим шаблоном поколбаситься. Ну да, и с другой стороны, знаешь, если бы даже существовал темплейт, грубо говоря, сведение фарафонтового, ну ты его откроешь, но не будет он работать на другом треке, пусть похожем, в том же жанре, всё равно что-то. Более того, всё равно даже если бы это было так, что можно взять мой темплейт, посмотреть плагин и сделать такой же звук, как у фарафонтового. Я же не только звукорегистурой занимаюсь, я же аранжировками, продакшен занимаюсь, сочинением песен занимаюсь. То есть я уже далеко ушёл на такой уровень, что когда вы мои аранжировки догоните, я уже, не знаю, буду там продюсером. Хорошо. Зарабатывать уже другими сферами буду. Давай поговорим про контроллеры другие, потому что помимо вот этой главной консоли у тебя имеются и X-Touch, причём их так много, у меня прям глаза разбежались. Слушай, я, как и все звукорежиссёры, гик и фанат всяких там штучечек, транзисторов, ручечек, ну это у нас профессионально, мы все можем там... приходит новый прибор, это эйфория, это сразу зависаешь на два-три дня изучать его. Вот, и у меня какая-то вот тоже такая гиковость есть, что я пытаюсь эту эргономику сделать какую-то предельно максимально всё, что возможно, всё выжать из всех приборов. И короче, я себе тут соорудил такой сетап, что даже плагины можно рулить. Вот смотри, например, не знаю, там давай гитарный трек, например, возьмём. Вот нажимаю здесь кнопочку, и смотрите, какое чудо происходит. Так, он появляется на экране. Появляется плагин, и мы можем здесь вот крутить его. Видите? Сразу же. Смотри-ка. Каждый, то есть любая регулировка, она у тебя запрограммирована уже по миди-каналу на ручке X-Touch. Вот, и это всё такая дичь сложная. Собственно, вот видишь их тут два одинаковых. Это знаешь почему? Будешь смеяться. Это потому, что есть такой парень в интернете, энтузиаст, который сделал как бы типа программки, вот такое блочное программирование для того, чтобы сопрячить с кубэйсом вот эти Bellinger. Потому что сами из коробки они очень плохо сопрягают, реально там громкости, панорамы, но это ни о чём вообще. Это мышью быстрее будет. Вот, и он написал этот модуль для того, чтобы вот как раз то, что я вам показал, рулить плагины. А для меня это принципиально. Я 12 лет работал на протылузовой системе, где всё это изначально замечательно интегрировано. У меня был C24, потом этот Icon. Ну да, там Mac и Huey, оно всё само. Да, там свой собственный протокол. А, там своё что-то. И оно настолько глубоко сделано, что ты можешь назначать плагины, шины, вызывать там эти плагины. И реально у меня иногда экран засыпал, мне стал час скринсейвер, я вызываю, там я сижу делаю микс, и у меня засыпает экран, потому что я всё делал на ручках. Я настолько к этому привык, что когда я вот пришёл с протылуза, это была единственная система, которая меня обламывала, что я потерял вот эту вот фигню всё. Что в Cubase это нужно покупать там Yamaha Nuage, например, она там миллион рублей стоит. Конечно. Вот, мне уже не хотелось столько денег тратить на контроллер. Давай покажем эту схему. Слушайте, да, я дней семь пытался в ней разобраться. Это просто какой-то ужас. Вот смотрите, я тут дёргаю какую-то ручку, а там оно отображается. Или там нажимаешь какую-нибудь кнопочку, проходит команда, видите? Жесть. Вот. Вот такая штука. Получилось? Получилось. Получилось. Но пришлось купить второй. Понимаешь? У меня не хватило мозгов вот это всё перепрограммировать под один. Потому что у этого энтузиаста у него было сделано под два. У него там с двумя. И я бился-бился. Что-то получалось, что-то не получалось, но вот с плагинами так и не получилось, что ты нажимаешь кнопочку, и у тебя ролится плагин. Я, короче, думаю... А ещё мой друг продавал этот контроль второй дёшево. Один я, кстати, у вас купил в Pop Music. Опять мы к Pop Music возвращаемся. Реклама, всё-всё проплачено. Да. Блин, хоть подарили бы, не знаю, раз уж рекламирую ваш магазин. Шутка, конечно. Вот. И у своего друга как раз купил второй по дешёвке и всё заработал. Заработал пресет вот этого парня. Смотри, помимо всего прочего у тебя есть полноразмерная версия, и у тебя есть версия на один фейдер. Расскажи, как ты её используешь? Это чисто для того, чтобы мониторинг... Ну, как сказать, мониторный контроллер. Мониторный контроллер. Да, громкость, переключение между парами мониторов, между наушниками. Моносуммируешь и диммирование. Да, диммирование. Там тоже вот, если ты видишь, там много кнопочек, можно всё это очень гибко программировать. Вот. Что важно в этой системе, в обычном контроллере ты теряешь качество. Ты цифровка-расцифровка, либо аналоговый тракт, который вносит, естественно, там с микросхемы, который будет дополнительные искажения вносить. В таком виде в Cubase чем ещё замечательно? У него есть просто цифровой мониторный контроллер. Так, это я F1 нажал случайно. Надо было F2 нажать. Вот. Control Loom, так называемый. И в нём можно вот это всё организовывать. Там три пары, наушники. Причём, смотрите, на наушнике отдельный эквалайзер, который корректирует наушники. То есть ты уже построил под свои... Всё это, да, внутри куба делается. И цифровым, если контроллером вот таким медичным переключаешь, то ты вообще не теряешь качество. Ты не входишь в аналог, не выходишь в какие-то дополнительные микросхемы. Вот тоже такой лайфхак, как мониторный контроллер без потери качества получить. И также очень эргономичный. Например, там, если надо микс послать на мониторы, а потом музыкантам в наушники, вот то, что мы с тобой обсуждали, там, 8 стереомиксов, просто одна кнопочка на контроллере, и он уже идёт в наушники музыкантам. Всё крайне удобно. Давай от полноразмерного оборудования, ну и, естественно, от твоего рэкового UAD, который ты используешь в работе чаще всего, перейдём к более миниатюрному решению. Мы подготовили Артурию. Вот твою, которую ты принёс, хотел тоже показать. Слушайте, друзья, я тоже в Pop Music её покупал. После нашего обзора? Нет, да? Нет, просто сам. Реально, не поверите, не платили мне ничего ребята. Если что-то купить надо, сначала на сайт Pop Music лезу, потому что там удобно, всё это всегда надёжно, не так далеко ехать мне тут. Короче, нужна мне была звуковая карта типа домашней. У меня бывает, что какие-то друзья приходят позаписываться сами, какие-то партнёрские соглашения бывают, что здесь кто-то пишется, а мне хочется аранжировку, например, делать или монтировать что-то. И пришлось купить себе домашнюю карту. И я купил и охренел, честно говоря. Я не ожидал. Я потом опять мои любимые слепые тесты сделал, сравнил с Apollo, с LA-2A, ой, LA-610. Реально в слепых тестах никакой разницы нет. То есть она просто профессионально рековый уровень обеспечивает преампом и конвертером по записи. Вот по выходам, честно говоря, проигрывает Apollo. Послабже, да, будет? Да, вот именно по расцифровке для мониторинга. Но и тут у меня есть выход. Я же слушаю, на самом деле, не через Apollo. Я слушаю через DigiLab'овский конвертер. Он покруче, чем Apollo. И я к ней цепляю. А тут, в отличие от других карт в том же диапазоне, дохрена всего. Всяких там... Центратор есть. Даже оптика есть, да. Оптика. SPDF, оптика. Чуть ли не клок тут есть, по-моему, даже. Мы выяснили, что там и фонокорректор есть даже. Это я даже не знал, это ты мне сказал. Фонокорректор, охренеть вообще. Здесь даже токбэк есть, не поверишь. Здесь даже микрофон есть. Встроенный, да, свой. И токбэк с диммируем. Причем там прям полноценный роутинг. То есть там маршрутизация. Ты можешь использовать для токбэка микрофон подключенный, либо встроенный. По желанию. Единственное, что вот директ для гитары, когда пишешь гитару или бас, все-таки мне внешне нравится. Вот прям для микрофона офигенски, профессионального уровня. А директ надо что-то использовать еще дополнительно. То есть такой у тебя миниатюрный вариант, который ты, допустим, можешь взять с собой куда-то. MacBook Air у меня есть. Тревел-гитара. Вон малюсенькая клавиатурка. Так вкусненькая миди. И все. Набор для записи в поле. Поехал, скажем, там на дачу или куда-нибудь и все с собой. Вот это, кстати, к нашему разговору о том, что можно ли дома сделать профессиональный продукт. Вот если мне дать вот такие штуки, типа эта Arturia, будет ничем не хуже, чем вот здесь у меня в большой профессиональной студии. Уже как бы некоторые приборы достигли студийного качества. Поговорим о работе звукорежиссера непосредственно. Ну и оранжировщика, я думаю, тоже это плюс-минус связано. В своей работе используешь ли ты референсные треки, когда дело касается определенных жанров? Нет, сейчас нет. Но когда начинал, обязательно использовал. То есть пока ты растешь, ты должен ориентироваться на то, что сделано лучше. Но это в любой сфере, я думаю. Если ты там дом строишь, ты смотришь на самые красивые дома, какие там есть в мире. И свой проект сравниваешь с референсами. А сейчас я пришел к тому, что для меня референсом мои же работы стали. То есть переплюнул ли я себя в своей работе. И, в общем-то, нет смысла уже слушать референсы. Интересно, а бывает, что, ну допустим, сейчас, когда ты уже отказался от подобной практики, когда это осталось в прошлом, приходит исполнитель или коллектив приносит вот альбом Зоны, группа Rammstein, хочу так же. Есть такое? Редко, но бывает. И ты как-то пытаешься им мягко намекнуть, что ну нет, у меня будет по-другому. Возможно, даже лучше, но по-другому. Да, я объясняю, что ребят, что вы уникальны, и ваше творчество уникальное. И чтобы повторить референс, это надо знать, какие были барабаны у них, какие были пластики у них, какая была колотушка, какие струны были на гитаре, какие микрофоны. Мы этого не знаем, стелепатировать мы этого не можем. Просто делаем на свой талант, на свой опыт, и получается совокупное произведение нашего таланта, опыта. Ну и в принципе, наверное, если рассматривать аранжировщика звукорежиссёра как художника, всё-таки это, естественно, что-то своё, своё произведение совершенно новое, которое делается вместе с музыкантами. Музыкантам, конечно, больше влияния оказывает. Потому что вот он... барабанщик не выспался, допустим, у него другой удар. Это настолько повлияет на звук малого барабана, например, что ты в звукорежиссоре так и не накрутишь такую разницу. Вот есть отличие музыкантов, но есть и отличие среди звукорежиссёров одного специалиста от другого. И сейчас я подвожу к теме сведений и мастеринга. Потому что бытует достаточно распространённая практика, когда материал сводится, допустим, в одной студии, мастерить его отправляет куда-нибудь в другое место. Возможно, даже с бугора очень часто у нас так поступает. Что ты об этом думаешь? Слушай, тоже больная интересная тема, и тоже мое мнение противоречит общепринятому. Общепринято то, что ты сказал, что два разных человека, двое ушей, две системы мониторинга... Одна для мастеринга специальная, вторая... Типа двойной контроль. Это же лучше, очевидно. Но мой контраргумент такой, что лучший мастеринг это микс. Понимаешь? Смотри, на мастеринг, допустим, что-то там профокаплено. Не знаю, там бубнит низ. Скажем, бочка конфликтует с бас-гитарой. И что-нибудь там в их взаимодействии бубнёшь непонятно, и по низу неразборчиво идёт. Мастер-инженер будет там корячиться с этим, конечно, будет какие-то там динамические эквалайзеры применять, там ещё что-нибудь, может какие-то сатураторы по низу. Но гораздо проще открыть микс и разобраться с этим конфликтом внутри микса. И тогда ты сможешь и громче мастеринг сделать. Вот, то есть хороший, но самый классный мастеринг это микс. Когда ты сводишь под мастер-шину и, соответственно, в своём миксе уже делаешь всё максимально громко, максимально коммерчески. Например, там количество того же саб-низа. Сейчас же в современной звукоинжесуре это большой низ всегда. Взять Грэмми за последние несколько лет обязательно там раздутый максимально низ. И как его сделать хорошо? Если ты не делаешь как мастер-инженер этот саб-низ, то ты не добьёшься максимально возможного саб-низа своей записи. Понимаешь? То есть ты работаешь с саб-низом не понимая, как бы абстрактно. Не знаешь, что с ним будет после мастера. Понимаешь, да? И ты его не управляешь. Получается, что ты в своей работе чего-то не контролируешь. Ну представь, что экскаваторщик не контролирует некоторые движения ковша. Ну да, глупо как-то. Почему мы тоже не должны... Поэтому я считаю, что обязательно каждый... как обязательно? Это моё мнение. Что каждый микс-инженер должен быть мастеринг-инженером и делать под мастер. И как правило, даже такой мастер, который ты делаешь в процессе микса, его трудно победить потом мастеринг-инженера. Потому что ему трудно стелепатировать, что ты хотел. Другой микс-инженер, который делал без мастеринга, не сделает там, скажем, что-то погромче, что-то поярче, что-то пошире, не понимая, как это будет на мастере. То есть ты просто конкуренцию выиграешь, если ты освоишь и микс, и мастер одновременно. Ну ещё раз, как бы закрывая эту тему, в своей работе, в своей практике ты пришёл к тому, что ты отвечаешь в своём процессе рабочем и за сведение, и за мастеринг. И сводишь под мастер-шину, уже вешаешь в плагин, ну и внешнюю железную обработку, если ты её используешь. Не использую. Тоже осознанно. Сугубо плагины на мастере? Осознанно и принципиально. Отлично. Это тоже. Я реально просто... мне самому было интересно для себя, как для специалиста, который продаёт свои услуги, понимать, как моя услуга будет круче. Допустим, пропущу я через железку или не пропущу. Ну мне хотелось быть хорошим инженером, хороший звук делать. И я постоянно провожу эти тесты слепые, прям для себя слепые. И пришёл к тому, что никакой разницы нет. Даже мастеринг плагины... кстати, как правильно говорить? Плагины или плагины? Напишите в комментариях. Ну смотри, если взять строгое происхождение этого слова, это же из программирования пришло. Это какой-то программный модуль, который подключается к основной программе. Они говорят плагины. А по-английски звукорежиссёр говорит плагины. Что же выберет русский человек? Напишите обязательно. В фотошопе тоже исторические плагины говорили, то есть в графической сфере. В той же википедии, если посмотреть, там прям удаление на плагин. Или там в Яндексе словаре это набираешь, там можно произношение. Английский он говорит плагин, а русский плагин. Вот плагины, они влияют на звук, но влияет ли на звук выбор цифровой рабочей станции? Достаточно... Подожди, мы же не договорили про плагины мастеринговые или приборы. Про плагины. А мы сейчас прям поговорим про плагины мастеринговые? Я думаю, мы можем у стола их показать. Хорошо. Сходим, посмотрим. Да. Цифра или аналог? Блин, опять сейчас все захейтят. Так, великий вопрос, ждём ответа. Что же? Цифра. Я однозначно привержен цифры. Если посмотреть, вот самые качественные записи делают для академической музыки, и они все давно уже пишут в цифре, и ты не заставишь академического звукорежиссёра на ленту записать. Широкий динамический диапазон, мало шума технического. Достоверная передача всего, там и атак, и компрессии нет дополнительной от магнитофона. И там у них формат есть, особенно там DSD какой-нибудь формат с дикими частотами сэмплирования. Там магнитофон рядом не стоял. То есть я считаю, что цифра давно превзошла аналог по качеству записи и по... Ну, возможно, человеческая слуха цифра превышает с большим запасом. Ну, а как же благородные ламповые гармоники? Блин, да, так исторически сложилось, что они нам привычные, приятные, вот это так раз. Вот, и я как, так сказать, честный перед собой специалист, я делал тесты для себя, чтобы понять, влияет ли это на работу и как мне строить работу. Например, открывая очередную студию, я думал, что мне делать, аналоговый тракт весь там закупать или можно цифровой? И я проводил для себя слепые тесты настоящие. То есть слепые тесты, это не просто, типа, там, выткнули туда-сюда, а там есть какие-то параметры по AES, типа, 30 фрагментов, длительно 5 секунд, составляешь таблицу. И реально я составляю таблицу для каждого плагина, и у меня получается 50 на 50. Более того, например, даже есть там самые строгие тесты, это, скажем, мастеринговые приборы. Такие уже точно, там, многие эквалайзеры лучше аналоговых эквалайзеров. Скажем, в SSL-овском пульте эквалайзеры реально, они мне сами по себе даже меньше нравятся, чем любой крутой эквалайзер, там, UAD-овский какой-нибудь. Вот, или там сумму через SSL я пробовал делать, тоже делал сумму через SSL, сумму через DAW. Сравниваешь, разницы в качестве в техническом нету, техническое качество и там, и там одинаковое. Но действительно, то, о чем ты говоришь, приятный флёр такой аналоговый, он есть всё-таки у аналога, но вешаешь какой-нибудь хороший эмулятор, и всё. Всё, в слепом тесте ты уже не можешь отличить. А чем пользуешься, чтобы вот эту сатурацию создать? Чаще всего, возможно, есть любимый плагин для этих целей. Да, это имитатор ленты UAD-овский. А! Причем он офигенный, он один такой, я кучу всяких там Waze-овские перепробовал, Slate-овские, реально не то, не дотягивает. Вот опять же, помнишь, мы про плагины для гитары говорили? Та же фигня этих имитаторов штук 100, наверное, да? И звукористёр говорит, ну всё, эта херня, это тоже имеет основания, потому что 99 херня, а один офигенский. Ты уже нашёл, и всю жизнь на нём сидишь. Вот, и даже более того, очень интересная история, я, правда, в другом интервью рассказывал уже, но мне кажется, лучше повторить, потому что у вас канал-то популярный, у вас аудитория другая. Повторю эту историю, потому что она офигенская. Значит, послали мы на мастеринг в американскую студию прогнать через ленту. Через штудер, ухоженный, мастеринговый, двухканальный, всё по фэн-шую. Вот, известная контора, дорого-богато, много денег берут. Вот, прислали файлы ребята, я повесил плагин Slate-овский, и ноль разницы, я переключаю и не слышу никакой разницы вообще. Причём это мы делали проект, там продюсер был, он ярый фанат аналога, то есть он просто, знаешь, он тебя убьёт, если ты на цифре что-то сделаешь, он прям разорвёт тебя. Короче, мне с трудом удалось его уговорить, слепой тест провести, просто я заставил его сесть за пульт и говорю, вот лента, вот плагин, выбери. Он говорит, да блин, что тут выбирать, очевидно, вот этот вот, это лента, тут жир, мясо, низ, атаки, всё, как круто. Я говорю, смотри, это плагин. То есть он выбрал плагин, будучи... Нужно было две дорожки с плагина сделать, выбери ленту. Вот, и к разговору о вот этом вот эмоциональном восприятии, он как раз тоже музыкант, эмоциональный человек, вот, и прошло пару лет, допустим, я им говорю, что вот, слушай, помнишь, мы делали тест? Он говорит, ну ты что, там было очевидно, что лента круче. То есть он в мозгу, но всё равно это всё извратилось. Психоакустика. Психология, скорее даже. Ну и она. Видимо, психология восприятия, что у нас в мозгу зрительная информация, эмоциональная информация превалирует над рациональной, над оценкой научным подходом. Слепой тест — это научный подход. Вот, а мы, музыканты и продюсеры, мы все на эмоциях, всё вот, давай. Ну да. Нет, ну здорово, когда удаётся взять контроль над эмоциями, и, допустим, если плагин действительно удобнее в работе, пользоваться именно плагином. Сравнимо, несравнимо. Конечно. Особенно, вот многие у нас звукорежиссёры ещё, ладно, ты как бы получил песню два дня, свёл её, и до свидания. А я же ещё и продюсирую музыку, делаю аранжировки, продакшн, там бывает через неделю открываешь проект, ты даже на хорошем аналоговом приборе такой же звук уже не сделаешь. Угу. Если надо доделать, там, бартрю и гитары, например, там, что-то не нравится, хочется переделать. На цифре это один в один, то есть Recall побеждает. Плюс Recall плюс слепой тест, как бы, у меня логических аргументов за аналог не остаётся. Ещё вот такая штука, вот только что мне принесли на тест, смотрите, какую красоту. Угу. СПЛ, мастеринговый компрессор. Угу. Да можно не откручивать, мы его, да, увидим нормально. Ага. Видно вам, друзья? Да-да-да. Да-да-да. Вот, смотрите, например, его как раз так получилось, что именно его я люблю на мастере вешать. Угу. Так, давай запустим Screen Recorder. Да, чтобы всем было видно. Вот, друзья, смотрите, так вышло, что именно этот компрессор я в последнее время вешаю на мастер. И, смотрите, та же самая история, более того, я вроде бы уже разумный, вроде бы я уже логичный, я включаю этот прибор и охреневая мне сносит. Звук обалденный, я думаю, блин, никогда цифра так не может звучать. Угу. Нет разницы. Я не слышу, я не прохожу слепой тест. АБ-сравнение, друзья? АБ-сравнение? Более того, я тут призадумался даже, в слепом тесте нет разницы, то есть если ставишь галочки, реально 50 на 50 получается. Просто случайное отгадывание. А в не слепом мне показалось даже, что цифровой вариант лучше. В принципе, это объяснимо, это же двойная конвертация. То есть мы два раза ЦПЦ прогнали, чтобы прогнать через прибор. Конечно. Интересно. Продолжая вот эту тему с плагинами и зная, что ты на своей студии используешь не только плагины, но и аналоговая часть у тебя присутствует. Обработка, я имею в виду, и входная линия. Чему можно отдать предпочтение в этой части? То есть плагины или приборы? Слушай, я ничего не обрабатываю, пишу чисто. Вокал только немножко компрессирую, немножко эквалирую. Давай пройдёмся по тракту по-твоему. Мне кажется, это будет интересно. Вот, грубо говоря, приходит микрофон с вокалом к тебе сюда. Каков его путь? Смотри, вот у меня есть прибор. Это русский клон предусилителей SSL. Так. Вот, то есть фактически получается, что мне не нужна большая SSL консоль, чтобы получить SSL звук преампов. То есть это блок преампов, просто снятый с SSL и живущий у тебя враги. Он не снятый, это аналог. Схема повторена. То есть есть у нас русский мастер такой, Саня Трифонов. Он делает клоны очень такие качественные. Ну правда его трудно заставить. Ну я смотрю, у тебя получилось. Блин, это была какая-то редкая удача. Он один прибор сделал, а второй годами делает. Он многоканальный. То есть ты сразу можешь писать сколько каналов? 16. До 16 каналов? И через этот прибор. Плюс у меня потом еще там DigiLab дополнительные преды есть. Ты его любишь использовать с вокалом? Нет. Все такое чистенькое. Барабаны, не знаю там, квартет, не знаю что там, кахон. Хорошо. А вокал у тебя как? Вокал LA-610. А, ну классика. Да. В принципе звукористеры его не любят, потому что он дает подгруз, перегруз. Но я нашел такой sweet point, где перегруза еще мало, но уже вот этот ламповый жир появляется и подкрашивает хорошо. И у него компрессор мне нравится, чуть-чуть тоже на трекинге. Вокал поджимаем. После этого как идет сигнал после прохода этих приборов? Сразу в Apollo. Напрямую? Да. То есть усиливаем до нужного рабочего уровня линейного и в... Угу. В линейном виде на конвертеры Apollo. Они охренические. Я раньше вот работал на протулзе. У меня был протулзовый ящик такой эвидовский, темный, ну новый. Они международный стандарт. Ну, кстати, я и на призмах... 192-ое, да? Да. И на призмах я работал у студии Игоря Матвенко. У меня когда не было большой комнаты для барабанов, я все время там барабаны писал. Там призмы эти наслушался, этот ящик был у меня. И потом я сравнивал с Apollo и понял, что я не слышу разницы, опять же, в слепом тесте. То есть если это уровень эвидовского прибора, то я так понял, что можно его использовать. И вот переходя, слезая с протулза, подобрал себе то, что не хуже, той системы, которая была у меня. Понятно. По UAD, кстати, будет отдельный у нас блок. Я думаю, это будет достаточно интересно обсудить. Сколько у тебя, вот так на память можешь сказать, рабочих UAD-овских процессоров, которые могут... 20. 20? Да, вот смотрите. То есть у тебя и сателлиты внешние? Вот они, сателлиты стоят. У меня, видите, стереосателлиты. Один с одной стороны. Класс. Ну это шутка, конечно. Ну и ещё с аудиоинтерфейса, да, у тебя есть часть. Вообще, конечно, инфраструктура просто мощнейшая. Они, конечно, снимают с компа большую нагрузку. Ну и плюс звук. Ну да. Я не могу аналогов того же пултека. 1176, я не могу нативных найти. Эти нравятся, все остальные не нравятся. И, ну получается, эта обработка в реальном времени, она работает как-то на мониторинг. Я знаю, что мониторинг мы должны в другой теме обсуждать, но всё же. Да. А то есть ты их сразу можешь посылать артистам в уши? Да, да. Вот, смотрите, например, гитару если пишем, запускаем в реальном времени на мониторинг без задержки. Ну там задержка есть, конечно, но там типа 0.7. Ну не ощущается на слух, естественно. Да-да, с 3 миллисекунд ощущается. У меня в сумме вот цифровой пульт плюс Аполловская вот эта фигня дают где-то 2.7, по-моему. То есть на грани профессиональной задержки. Ну и вполне себе. Получается, что пока никто не жаловался, даже там топовые барабанщики. По большей части в своём рабочем процессе ты пользуешься именно плагинами UAD-овскими? Нет, нет. Процентом соотношения. 30% UAD. 30% UAD. Всё остальное это сторонние производители. Плагин Альянс на втором месте. Плагин Альянс. А вот мы ещё, кстати, не знаем плагин или плагин. Ну мы уже выяснили. В Википедии плагин написано. А по-английски плагин. Если мы западопоклонники, говорим плагин. Если мы русские, говорим плагин. Цифровая рабочая станция, её выбор. Pro Tools, Cubase, Studio One, Reaper. Это влияет как-то на звук, на результат? Блин, влияет. Так, 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 хорошо. Там люди уже оживились за клавиатурой, меня чувствуют. Слушай, ты меня при всеми подлавливаешь. И получается, что я какой-то нетрадиционный звукорежиссёр. Всё не так делаю. Самое интересное, есть вот канва, которой все следуют. А есть человек, который говорит, нет, у меня есть своё мнение. Это же здорово. Ну ладно, так и быть. Без шуток скажу, что, конечно же, не влияет именно цифровая вот эта вся математика. Это пофигу, но творчески-то влияет. Вот допустим, если ты тратишь на тюнинг вокала два часа или двадцать минут, у тебя на подбор, там, не знаю, компрессии в барабанах останется лишних час сорок. Понимаешь? У нас же ресурс мозга у нашего ограниченный. Вот мы сели делать песню, как правило, ну допустим, шесть часов мы на это отводим, после просто уже не соображаешь, что происходит со звуком. Конечно. Если ты два часа копался в рипере, боролся с его диким интерфейсом, у тебя не останется просто творческих сил на то, чтобы сделать какое-нибудь классное взаимодействие гитары-вокалы, например, потом. Просто, что ты забьёшь, у тебя даже не останется в мозгу отдела для того, чтобы это осознать. Вот. И вот в этом смысле в творческом, в эргономическом влияет. И я пришёл для себя, что Cubase на данный момент самая эргономичная программа. Ого! Даже так. Вот удивишься, начинается фиша того, что тюнить вокал, реально вместо двух часов, я раньше тратил часа два в мелодайне или в автотюни. Ну и хвари-аудио прям вшитый в интерфейс. Там трындец это надо, потянул за одно, потянул за другое, и оно звучит круче. Почему собственно на Cubase перешёл? Была у них какая-то распродажа юбилейная несколько лет назад, когда его отдавали за 12 тысяч рублей. Я так думаю, нифига себе за 12 тысяч. Я просто на всякий случай купил его, потому что подумал, что никогда такого не будет, он же 50 стоит. За 12 прям прошку? 12 500 максимально из ключа. Класс! Нет, ключ отдельный купил здесь в Москве. Не, но всё равно даже за копию здорово. Вот. И потом пришёл какой-то артист ко мне, который под рояль записывал романсы. И там вокал не скроешь. То есть если его тюнишь, то все артефакты на виду. Громче рояля, на переднем плане звучит. Причем академический голос с широчайшим вибрато, оно там на полтора тона. И в автотюне, и в мелодай не слышно реально было, что ты тюнишь его. А он нотки не точно являл. Ничего не поделаешь, надо тюнить. Мы сидели, часали репы, и я так вспомнил, что я же купил Cubase. Давай попробуем. Мы попробовали, и я офигел. Не слышно никаких артефактов. Всё делается за секунды. Всё зазвучало. И всё с этим роялем не слышно, что он подтюнен. Вот казалось бы, тюн там, тюн там, а видно алгоритм другой используют. Интересно. Очевидно, да. Вот именно на широком вибрато это особенно сказывается. Трудно с ним справиться. А уж раз пошло-поехало, раз уж я начал тюнить в Cubase, то просто для эргономики процесса быстрее, когда ты потюнил в этой же программе, и в этой же программе всё остальное. Допустим, например, если ты во время тейков вокала какой-то тейк взял, артист уже немножко подуставший, без того, чтобы заставлять его припевать тысячу раз, я за секунду в этом вариауде именно этот квадратик по тюню покажу артисту. Говорю, вот нормально, в принципе. Нормально, всё оставляем, и тогда не пишем новые дубли. Пишем следующую песню, и у него больше эмоций останется для следующей песни. Эргономика программы, она влияет на результат вот в этом смысле. Понимаешь? То есть цифры-то складываются одни и те же, но ты сам круче сделаешь продукт, если программа эргономичная. Ну эргономика, мне кажется, ещё есть два решающих фактора. Первый, наверное, ну по крайней мере у меня так было, это то, с чего ты начинаешь. Ну допустим, я прям с кубика начинал в своё время, то есть у меня был Cool Edit Pro, он же Audition полторашка, потом FFL Studio. Не пишите ничего в комментариях, пожалуйста, мне самому стыдно. Давай это вырежем потом. А потом Cubase как-то просто пришёл, и вот ты сидишь на нём. И мне кажется, ещё один фактор очень важный, это интеграция железок. Потому что вот я хотел задать вопрос по поводу Studio One, потому что у тебя Presonus, и казалось бы, они должны... Вопрос. Вот почему, собственно, я на Pro Tools'е проработал кучу лет, лет 12, и это были зря прожитые годы, друзья. А когда нету авидовских железок? Железо. Потому что, смотрите, большая студия, и когда к тебе приходит целая команда музыкантов, чтоб тебе мониторинг без задержек организовать с плагинами, с плагинами, плагинами. Допустим, там дилей просят повесить гитарист, или вокалист просит ревер повесить, барабанщик-компрессор на том или гейты. Pro Tools'е всё это вшито, и интегрировано очень сильно вертикально. То есть у тебя там от всего тракта студийного всё продумано. И инженерами Pro Tools'а, вплоть до того, что там плагины ручками крутятся на консоли, и мониторинг, переключаешь мониторинг каждого музыканта, ты одной кнопочкой нажимаешь, там мониторинг для каждого музыканта, фейдеры встают, понимаешь, всё это очень эргономично. Вот, и при переходе на Cubase это терялось у меня. И вот поэтому, собственно, Pro Tools, наверное, в больших студиях до сих пор живёт, что это интегрировано прямо в систему. Вот. И мы вот Артём, собственно, когда мы проектировали студию, я Артёма озадачил тем, чтобы перейти с Pro Tools'а на какую-то другую программу, чтобы Pro Tools меня задолбал, честно говоря. В нём такая дичь, не знаю, там... Может быть, вы сталкивались, друзья, но если, например, у тебя стоит бочка во всём треке, порезанная вот так вот как бы на сами удары, допустим, чтобы вырезать проникновение малого барабана, и нужно этот фейд подредактировать у всех одновременно, это было нельзя. Это же какая-то просто дичь. А в Cubase, в Studio One без проблем, ты выделяешь все события на треке. Ну это один из двухсот там каких-то бесящих моментов. Есть какая-то топорность в Pro Tools'е. К ней привыкаешь, безусловно, но вот... Потому что я делал проект... Ну это не музыкальный, это проект, связанный с звукорежиссурой кино, свой выпускной, когда я выпускался, диплом получал. И я вот его сделал в Pro Tools'е, потому что... Ну было требование, в Pro Tools'е должен быть проект, потому что большинство студий, киношники... Я тоже делал кино в Pro Tools'е. Вот. И я понял, что я больше эту программу никогда не открою. А я знаешь, что понял? А я понял, что я больше никогда кино не буду озвучивать. Может быть, благодаря Pro Tools'е. Например, смотрите, надо автоматизация у тебя диалогов каких-то. Тебе надо конкретно некоторые... Ну или куплеты в песне, не взять на диалоги. Все одним движением автоматизацию подредактировать. Pro Tools'е это невозможно, там узлы не редактируются в автоматизации. То есть ты выделяешь только регион, тебе приходится каждый диалог на протяжении полутора часов фильма поредактировать автоматизацию. В Cubase'е, в Studio One ты выделяешь узлы автоматизации. Вот на треке автоматизация, понимаешь, да? И все узлы можно одновременно. Или там в песне, например, вдохи. Если, например, ты автоматизации прописываешь вдохи, можно узлы выделить. В Pro Tools'е нету этого. И это вот одно из двухсот бесящих каких-то моментов, которых в Pro Tools'е нету. Почему они этого не делают, совершенно непонятно. Только недавно они там в папке сделали, например, фолдеры, да? Что-то ещё много такой дичи, которой долго не было в Pro Tools'е. И сейчас до сих пор много дичи нету. И я вот решил, что когда перешёл на Studio One сначала, потом на Cubase, что это были зря прожитые годы. Но с точки зрения коммерции, конечно, не зря. Потому что, к сожалению, я не только специалист по звуку, я ещё и владелец студии. А как владелец студии, я должен думать об имидже, о пиаре. И имидж крутой студии, к сожалению, у всех музыкантов, что там обязательно Pro Tools'е должен быть. Ну вот любую студию в Лос-Анджелесе возьми. Мосфильм возьми. Тот же Vintage, не знаю. Студия Матвиенко. Везде Pro Tools'е. С другой стороны, есть студия Ханса Циммера. Ковёр так же, как у него есть. Cubase есть. Пожалуйста. Слушай, ну он один. Циммер один. Зато какие сонтреки пишут? Ладно. Ну можно сказать, что это исключение. Это не подтверждает правила. Реально просто все в Pro Tools'е. Даже у нас, если взять там всех ведущих специалистов, Володя Овчинников в Pro Tools'е, Костя Матафонов. Стандарт. Вот так сложилось. Игорь Лаляйтин в Pro Tools'е работает. Ну что, тему цифровыми рабочими станциями, я думаю, мы можем закрыть. В целом, достаточно много информации они накидали. И теперь поговорим тоже... Я тоже так немножко коварно подшучу, что тоже о теме, которая влияет на звук. Mac OS или Windows? Блин. PC или Mac? Так. Слушай, ну ты даешь. Ну-ка-ну-ка. Нас потом будут поджидать где-то там твои подписчики на выезде. Потому что тема такая... Ну, в общем-то, она на самом деле, если без шуток, ребят, то для меня это больная тема. Я, поскольку был, опять же, из тех же соображений, что я владелец студии, студия должна быть крутой, конкурентной, все должно быть как у лучших в Лос-Анджелесе, естественно, я Mac поставил. Вот. И буквально вот полгода назад я перешел на Windows. Меня задолбало, знаете, что в Mac OS? Что она каждый год обновляется, и у меня либо Cubase не ставится. Если я обновился и поставил Cubase, который ругался, что обновите Mac OS, типа наша версия несовместима с вашей Mac OS. У меня половина плагинов отваливается каких-то. Если откатываешься назад, наоборот, Cubase не ставится, плагины заработали. Так, вопрос резонный. А Windows ведь обновляется чаще. А там как-то сделано, что это не влияет, что ты буквально с 95 года какой-нибудь драйвер ставишь, он работает до сих пор. Он на Windows 95 работал, и он сейчас работает. Интересно. Я охреневаю. Вот реально, я даже на деньги попадал за это. Во-первых, какой-то контроллер у меня был, Novation. В какого-то момента прямо на сайте Novation написано, что извините, ребята, начиная с этой версии Mac OS, мы его не поддерживаем. Всё. Что хотите, то и делайте. Прекрасно. Ну я отдал ребёнка своему, он играет, изображает, что он в Star Trek пультом, значит, что он в Enterprise запускает телепортацию. Вот он лежит, я могу принести, он не использует, что поделаешь. Пришлось купить другой контроллер. Представляете, то есть контора меня заставляет отказываться от моего прибора, который заплатил деньги. Драйвера нет, обновления нет, блин, всё. На винде всё работает. Вот у моего товарища тот же прибор есть в студии, он принципиально на винде много лет работает, у него всё зашибись. Продолжает работать, какой-то старый драйвер какого-то там лохматого десятилетней давности, всё в порядке. Ну опять же, но с другой стороны, вот если возвращаться к стандартам, мировые студии, все почему-то так мусолят этот Mac. Вот я тоже, я на стороне винды, потому что я не понимаю Mac, я, может, слишком старый для этого. Я несколько раз пытался, но... Должен признаться, мне нравится дизайн Mac OS. Внешняя оболочка. Она красивенькая. Для винды тоже можно поставить красивее. Да, слушай, научим. Тема Aero, вот это всё, что-то там. Потому что я буквально полгода перешел, только обучаюсь работе на винде, и пока... О, про звук, про звук. Ты включал машину, мы слышали маковский звук. Объясня, что это? Ты включал компьютеры... Это стандартный виндовский звук был. Разве? Может, уже какую-то тему накатил Mac? Пойдём проверим. Нет. Нет, я ещё пока не разобрался. Но, кстати, друзья, нашлись и подбешивающие у меня вещи. Так. На Mac OS я не знал, что такое контрольная панель. Что такое регистр. Я вообще не знаю, вообще есть ли биос в Mac. Просто реально я не знаю. Потому что он всегда десятилетиями работает, запускается. Ты не должен ни о чём думать. Действительно продумано в этом смысле, что ты не должен быть системным инженером, чтобы обслуживать свой рабочий инструмент, свой компьютер. Там всё работает само как-то нормально. Вот полгода на Windows, друзья, я его раз в пять уже переустанавливал. Я стал экспертом по установке. Я как уверенный пользователь Windows могу сказать, что это извечное такое развлечение для всех пользователей винды переустановить Windows. Я узнал, что такое биос, что такое регистр. С другой стороны, я повысил свои профессиональные знания. Я знаю теперь больше на компьютерах. Опять же, это опыт. Очень важно. Если мы говорим о системах и если мы говорим о программном обеспечении в целом, покупать легально или пиратить? Вот какой подход? Слушай, до 24 февраля 22 года я был принципиальным приверженцем легальности. Ну как бы всё понятно. Я зарабатываю деньги, и инструмент, с помощью которого я зарабатываю, надо покупать легально. Логично. Ну представь, что пришли к тебе рабочие строители домой делать тебе ремонт. И пошли к соседу, спёрли у него пилы, спёрли дрели у него. Какая-то ситуация стрёмная. Это же то же самое, да? То есть произведённые программы, это кто-то произвёл, как эти пилы. Ты их прёшь, и на ворованном оборудовании, получается, делаешь чужое. Но 24 февраля произошла такая штука. Я захожу в свой аккаунт на Илоки и смотрю, что у меня заблочили протузовые все. Мой аккаунт. У меня отобрали, собственно, мой легальный протуз, плагины ИР, штук 20 синтезаторов, какие-то протузы, которые я люблю, постоянно в каждом проекте использую. Вот. Они заблочены, я потерял на них права. То есть у меня ограбили, то есть они поступили как пираты. Вот. Получается, что теперь они пираты, и у меня там на тысячи долларов накуплены все плагины. Может... А, кстати, плагин Альянс тоже самое. Они все русские аккаунты закрыли просто. А у меня там тоже на тысячи долларов плагин Альянс. Ну вот я согласен, какой-то странный подход. Можно было ограничить просто покупку дальнейшую, если на то пошло. Например. Оставить библиотеку. Ну да, оставить библиотеку хотя бы, но если они её просто локают. Это просто конфискация легальной собственности. Конечно. Это пиратство. Конечно. То есть пиратами стали они. И вот. Так что теперь, друзья, я считаю, что морально пиратить стало с 24 февраля. То есть можно сказать им, что ребята, берите деньги из активов, которые у нас отобрали у России. Например. Вполне резонно. Конвертируйте яхты, ввести плагины давайте. А, кстати, можно и подвести под это винду. Я об этом не думал, когда переходил. У меня причина была, что мне досталось, что у меня работа встает. Я хочу новую версию Cubase поставить. Мне приходится там систему обновлять. При этом плагины, плагины слетают. Вот. А теперь я осознал ещё такую штуку, что если дальше будет продолжаться санкционная политика, и будут дальше блочить наши аккаунты по плагинам, по софту, то с виндой, с пиратскими вещами лучше будет. То есть если нас полностью отрежут, то мы возьмём пиратскую винду, возьмём пиратские программы и продолжим работать, делать музыку, искусство. Мне кажется, мы по синусоиде идём. То есть вот у нас был какой-то виток, когда всё более-менее легализировалось, и теперь обратно. С чего и начинали. До 24 февраля я был убеждённым сторонником легальных плагинов. Вплоть до того, что, знаешь, мне обидно, что вот я знаю, что мой конкурент использует все самые лучшие плагины, плагины, а я не могу, блин, мне совесть не позволяет. Я жду, когда будет Чёрная пятница, чтобы накупить всего этого. Вот так вот. Обработка в виде плагинов, но для гитар. Поговорим о ней. Потому что мы видим достаточно большое количество усиления басового, гитарного у тебя тон золя. Слушай, тоже острая тема. Но вот плагины. Плагины. Блин, тоже рискуя грести на свою голову. Опять же, ведь принято, что профессионалы все пишут только через комбики. Два Ноймана в стерео, моно ещё один, на руме три. Друзья, я признаюсь, пишу гитару через плагины. Боже мой! Скандалы, интриги, раз и не думаете, что мы сегодня узнали? Вот вы видите, у меня есть все замечательные там, и Marshall, всё родное, американское, Fender, Mesa Boogie. Всё, что для профессионального продакшена я использовал многие-многие годы. И это... там даже есть драйверы. То есть это не как на концертах, это не пустые фанеры. Там есть рабочие инструменты. Вот, но в какой-то момент... Кстати, можно сказать, что опять же нет чёрного и белого. Есть плагины, которые так себе. И, честно говоря, почти все так себе. Вот на один я тоже случайно себе купил просто делать демки для того, что перед тем, как делать окончательный продакшен, чтобы накидать по-быстрому гитарные партии, просто увидел какой-то плагин THU. Тогда он был... Так, я обязан руку пожать. Это замечательная вещь. Я купил просто так, так же, как Cubase, на всякий случай, чтобы делать какие-то не совсем ужасные демки, чтобы артистам показывать перед тем, как мы будем переписывать на реальных комбарях. Я включил его и охренел. И реально, я не повел своим ушам. Я завел каждый свой комбарик. На каждом нарулил свой любимый звук с перегрузом, клины. Подобрал в этом THU точно такой же примерно звук, ну как бы те же модели. И устроил себе честный слепой тест. И я понял, что я не слышу разницы. О, показатель! Вот, и опять же, получается, что и правы те, кто говорит, что плагин отстой, потому что из 200 плагинов 199 отстой. Допустим, он THU не слышал, там не сравнивал. И общее мнение, что когда один нормальный 200 отстойных, да, отстой. Но есть один, который не отстой. Интересно. Я поясню просто, с чего у меня такая реакция. Мы пока ставили камеры, просто с нашей симучной группой обсуждали, а какие есть классные гитарные плагины? Я говорю, я THU пользуюсь. Меня тут все засрали. А я такой, а вы ещё увидите, это хорошая программа. Вот, вот, яркий пример. Потрясающе. Отличная вещь. Ты подтверждаешь, значит, можно уже на тебя отсылаться и не бояться. Пожалуйста. Что получишь, огребёшь всех правильных пацанов. Продолжаем тему музыкальных плагинов. Сталкивался ли ты по работе с, допустим, басовыми плагинами? Вот отдельно от THU, возможно, были какие-то вещи? Да, у плагина Альянса есть Ampeg модель. А, прям Ampeg-овская симуляция? В OAD есть симуляции, офигенные. Вот тоже реально. Тоже прям в линию берёшь? Да, я уже перестал слышать разницу с реальными. Опять же. Тут, знаешь, такая штука ещё. Ведь мы все музыканты, мы люди эмоциональные. Мы прокачиваем эмоциональную сферу всю свою жизнь. Она у нас развита и раздута, гипертрофирована. Скажем, если ты позовёшь программиста, да, и поставишь ему выбор, плагин или железка, он с холодной головой подойдёт к этому, проведёт слепой тест. А музыкант же как, воткнулся в комп. А-а-а, вот это звук, вот это кач. И ты уже, выключается мозг у музыканта, ему не приходит в голову пойти послушать из контрольки этот звук, с микрофона, тихий, сравнить с тихим плагином и в честном слепом тесте. Вот реально, я уже несколько раз произнес это слово, слепой тест. Никто не делает слепых тестов. Вот топовые звукорежиссёры, я вот с кем, когда перейдёшь там в кофейне, там в студии, пересечёшь всё Матвиенко на записи с кем-нибудь из других известных звукорежиссёров. Никто никогда не делает слепые тесты, все вот чисто эмоционально. Я сам на это покупаюсь. Включаешь прибор, думаешь, блин, как охрененно. Это не может звучать хуже, чем плагин, это точно лучше. Но потом попьёшь кофе, придёшь в себя, подумаешь, включаешь мозги, заставляешь себя потратить время сделать слепой тест и понимаешь, что точно так же звучит, потому что нет разницы, я её не слышу. На самом деле, мне кажется, очень важной является вот эта, я не знаю, как её правильно ли будет назвать, энергия выхлопа. То есть когда неважно какой звук, но когда он идёт в кабинет 4 на 12, когда он разгоняется оконечником... Просто такая история есть у металлики. На живых мероприятиях они же с аксами ездят, и у них буквально по проводу всё это идёт, но не прямо в ушной мониторинг, а эти провода заходят в оконечные усилители, которые раскачивают уже кабинет. То есть у них как бы цифра, но при этом они её транслируют для сценического мониторинга на 4 на 12. Слушай, ты просто подтвердил мою мысль другими словами, что для музыканта важна эмоция. Он от плагина не получает эмоции, он тихенько в контрольке звучит, еле-еле кажется, что он пиписичный какой-то, а здесь офигенный звук стадионный. Вроде у Стео Вая брали интервью, и он говорил, он описывал свой концертный звук, он говорил, что он очень любит на него как-то вот, когда можно на него прям опереться. Вот такая вот... Опять же, мы про описание фразами подобные вещи, но я думаю, примерно и ты, и зрители наши понимают, что имеется в виду. Такого технического термина опереться на звук. Да, но при этом мы примерно понимаем, что вот это чувство, когда вот 4 на 12 полностью раскачано, и ты прям чувствуешь тело. И поэтому среди музыкантов, которые не обязаны быть техническими специалистами, не обязаны думать, анализировать, естественно, первая реакция, что, конечно, железо круче. Вот так вот. А всё дело в грамотном звукорежиссёре и подборе оборудования. Дальше про плагины, но на этот раз про барабанные, потому что у тебя и живые барабаны стоят в студии, и они записываются. Но что про плагины? Ты расскажешь. Слушай, с барабанами другая история. Я пока не нашёл, который я бы в слепом тесте не отличил. Пока что отличается капитально. То есть пишешь ту же партию на барабанах, я прям это делал. Включаешь плагин, и реально слышно, что этот круче. Давай анти-топ-лист. Какие плагины ты использовал и какие тебе в сравнении с твоими живыми не идут? Ну да никакие не идут. В принципе все. В основном по тарелкам это слышно. Почему-то тарелки не получается у них запрограммировать. Слушай, ну когда живая комната, мне кажется, да, это прям небо и земля. Ну это ты сейчас сказал художественную фразу, которая ничего не значит. Небо и земля, живая комната. Ну... Она же технически ничего не объясняет. Ну а технически-то как ее? Технически, например, там передача нюансов, не знаю, частотного динамического диапазона, взаимодействие двух излучающих поверхностей между собой, не знаю, что там... Можно что-то такое. Или там нюансировка при игре по живой тарелке, которую ты не передашь там восьмью лейерами и повторами, ну, рандомностью в сэмплах-то недостаточно, например. Надо делать сто двадцать восемь лейеров и сто двадцать восемь рандомных. Вот. В принципе, смотри. И опять же, включая логическое мышление, чисто рациональное, как было с компрессорами. Поначалу они в цифре были отвратительными. И реально была слышна разница, даже не в слепом тесте было понятно, что цифровые там фигня, и не сравнить. Потом с эквалайзерами такая же фигня была. С суммой даже какое-то время такая была фигня, что там цифровая сумма 8-битная или там 16-битная. Слышно было, что сильно хуже аналоговой суммы. Но постепенно развитие в программировании идёт, идёт, идёт. Модели совершенствуются. И приходит к тому, что с так же шагом все эти бастионы падают. В какой-то момент даже рояль, бастион рояля пал, потому что в некоторых партиях простых, скажем, аккордовых, где нет виртуозной игры, уже я не могу понять, там хороший плагин или живой рояль. Ревбераторы тоже самое. На каком-то этапе было очевидно, что внешние реверы круче звучат. Многие делали работу всю в цифровой станции, а реверы внешние. Реверы пали. Вот остался последний бастион. Барабанные плагины. А, ещё трубы остались. А, вот. Вот. Ну, возможно, и они упадут. Так логически прикинуть. Почему? Если всё остальное потихоньку-потихоньку программисты сумели запрограммировать, то, наверное, они со временем сумеют запрограммировать и барабануть. Пока времени не хватало для этого. Хорошо. От плагинов, которые... Ну, это даже, я думаю, их правильнее было бы называть не плагины, а виртуальные инструменты. От них мы переходим к плагинам с обработкой. И вот есть такой миф, такое понятие. Чем меньше плагинов, тем лучше. То есть, если ты сможешь добиться какого-то результата меньшего количества обработки... Ты прям как разведчик засланный. Все вопросы у тебя такие, чтоб я грёб в комментариях хейта максимально. Нам же нужно на кого-то перекладывать ответ. Потому что, опять же, любой какой-нибудь старичок, уважаемый звукорежиссёр, преподающий на кафедре звукорежиссуры, скажет, ну, конечно, чем меньше плагинов, тем лучше. Они же портят звук. Вот. Блин, нет, ребят, всё, прошло это время. Сейчас в цифровых станциях с огромным запасом предела человеческого слуха, самого экспертного эксперта в звуке с запасом раз в пять. Смотрите, 64 с плавающей точкой и, допустим, 96 кГц. Это динамический диапазон ядерного взрыва. Даже ядерный взрыв не обеспечит такой. То есть нет человека, который способен услышать нюансы после обработки такого файла. Допустим, мы там... Вот есть у нас там отсчёты какие-то по амплитуде сигнала. Мы его компрессируем, скажем, сожмём немножко. Мы диапазон от 240 дБ уменьшили до 200 дБ. Это всё равно далеко за пределами человеческого слуха. Всё равно два симфонических оркестра. Да. Это далеко превышен болевой порог. Никто не способен эту разницу услышать. Так что вот такая штука. Если логически подходить к этому. Мы же все бывшие музыканты, звукорюстеры, мы все эмоциональные. Нам трудно думать. Опять же, раз мы затронули уже тему с килогерцами, с частотой сэмплирования, какой цифры придерживаться? На какой цифре ты работаешь, допустим? 96. 96. Это вот вплоть до финализации или... Сквозняком. От трекинга до мастера. И дальше уже всё в 48 и на диск. Или... Слушай, сейчас-то всё это на платформах издаётся. Ну, на стриминг. Скажи мне, как человек, который в этом больше разбирается, чем я, там всё прям в 96 можно выкладывать. И оно уже своими алгоритмами всё жмёт. Слушай, история мутная. Причём виноваты в этом менеджеры. И что с этим делать, непонятно. Например, iTunes, он 96 вещает. Дизер вещает 96. У нас там какие-то попытки тоже есть. Сберсбук там пытается какое-то качество обеспечить. То есть, по идее, мы должны им отдавать 96. Но если ты, например, зайдёшь на TuneCore, они отказываются принять 96. И что ты вот не сделаешь... Я тоже бился с... Вот мы сделали альбом с артистом. Я пытался прям... Я в менеджмент уже такого высокого уровня, там, даже не нижнего лейбла, а лейбла, который по лейблам пытались мы добиться, чтобы они приняли файл 96. То есть не принимают, блин. Делайте 44, ребята. А потом iTunes вещает это как 96. Дизер вещает это как 96. Наш файл, который деградировал до 44. Это проблема менеджмента. То есть мы пока ничего не можем с этого сделать, не знаю. А кому-то удается передать... Например, лет десять назад для 7B нам удалось 96 отдать куда-то. Это было удивительно. Вот так вот. Кстати, не подумайте, что там я какой-то там сектант, фанат там... Как это называется? Хай-файности, чистоты. Ну все звукорежиссеры немножко... Да? Мне кажется... Блин, я заметил тенденцию, что чем больше звукорежиссеров с этим заморачивается, тем хуже у него работает. Нет, мне кажется, есть вот эта грань между улучшением звука, желанием улучшить как-то звук приукрасить, до вот деревянных стоечек для проводов. Друзья, я вот для себя вывел, что самый объективный критерий в звукозаписи это слепой тест. Многие старички говорят, что типа, да что там слепой тест, это ерунда, никто не понимает, слушатели не проводят слепые тесты. Ну блин, мне кажется, что это логически. У меня образование, в общем-то, техническое, физфак МГУ, и там меня научили раскладывать проблему на составляющие, анализировать, делать выводы. И я, анализируя эту систему слепого теста, я понимаю, что звук делается для того, чтобы слушать. Если не слышно разницы между двумя звуками, значит, это качество одинаковое. Не знаю, ты можешь опровергнуть это? Глупо опровергать, это факт. Всё. И тогда я вот так для себя и делаю. Допустим, при покупке нового оборудования, при продумывании, в каком сэмплировании делать проект. Я делаю слепой тест для себя. Слышу я разницу или не слышу? Если я ответственный специалист, если я хочу сделать хорошее качество, я сам могу решить в слепом тесте, надо или не надо вот это вот. Вот. И я делал эти тесты для частот сэмплирования и пришёл к выводу, что проект с кучей плагинов действительно звучит немножко лучше в 96, чем в 48-44. Ну в 96-88 там разницы практически нету. Просто вот в HD, как бы не HD, понимаешь? Да. Вот. Причём это даже теоретически можно объяснить, научно можно объяснить. Потому что при использовании, скажем, плагинов сатурации, каких-то там используется всякий алясинг или какие-то проблемы переконвертаций, попадают в область слухового спектра, если это в низкой частоте сэмплирования. То есть эти артефакты, это прям даже можно посмотреть по спектроанализатору, что артефакты работы плагинов на низкой частоте попадают в область к слышимую, до 20 кГц. А ты увеличиваешь частоту, и артефакты от работы плагинов уходят за пределы человеческого слуха. То есть просто это объясняется элементарно теоретически, что по идее должно быть лучше, если твой проект 96. Вот разницу голого трекинга между 44 и 96 практически не слышно. На вокале, например, там нет такого ультра-верха какого-то, на барабанах тем более, чтобы понять эту разницу. Если я включу тест 48 и 96 без сведения, я, может быть, даже в слепом тесте не отличу. Собственно, поэтому и в аналоге многие работают на Западе. Мы просто знаем же, что есть трекинги, есть интервью, есть мастер-классы, где прям показывают мастера, топовые мастера в мире, что проекты были 44 и 48 у самых топовых артистов, которые Грэмми получали. Но в аналоге вот этих проблем нет. Там нет вот этих артефактов цифрового сложения. Понимаете? И там, когда ты работаешь в 44 весь от начала до конца трекинга и до сдачи, то это не слышно. А в цифровом сегменте вот мне это слышно. Мне важно. Даже когда мне присылают в 48-44, я перевожу в 96, чтобы программа считала в 96. А ещё тут такая смешная штука. Ведь многие... Я даже встречался с этим на форумах. Звукорежиссёры прям пишут, ну как же, это же дискретно. Понятно, что это не может нормально звучать. То есть, получается, люди в своей голове представляют, что динамик двигается дискретно. Да? Так что ли? Ведь на самом деле любой ЦАП или АЦП, там все эти алгоритмы сглаживания есть. То есть, у тебя при цифроаналоговом преобразовании, даже если у тебя дискретность, то там, как правило, там минимум восьмикратная. В хороших конвертах ещё больше. Или дискретизация. То есть, рисуются дополнительные точки. Потом всё это сглаживается. И реальный ток в микросхеме, или там, если не микросхема, в лампе, в транзисторе, он же не может скачками вот так вот идти. Он всё равно... И динамик тем более массивный, тяжёлый. То есть, всё равно ты на выходе получаешь абсолютно аналоговую плавную кривую. Вот тоже такое странное заблуждение у людей. Опять же, в слепом тесте посыпались бы все. Всё решается в слепом тесте. Ну не всё. Ну почти всё. Если признаться, бывают ситуации, когда в слепом тесте я не слышу разницы, но когда долго с каким-то звуком работаешь, понимаешь, что чуть-чуть это всё-таки лучше. Бывает, что неслепой тест даёт какой-то другой результат. Тоже... опять же, всё не чёрное и белое, есть нюансы. Мне один раз прислали звук. Короче, мужика записали на гарнитуру и попросили сделать звук, ну чтобы звучало как широкомембранный микрофон. Причём гарнитура Apple'овская какая-то дешёвая. Транелец, да. Вот, кстати, по гарнитурам очень хотел задать вопрос, и специально его не задавал вне кадра. Вот объясни вот про это устройство. Ты сказал, что это часть имиджа. Как именно оно работает? Что я меломан и всё время слушаю музыку. Носишь с собой... Ну вообще, строго говоря, это хай-файная штучка. То есть это беспроводной Bluetooth-передатчик? Да, да. Но хорошая. Потому что все Bluetooth-гарнитуры, честно говоря, это полное говно. Там ничего не слышно, звук поганый и микрофон поганый. Вот единственное, первое, которое я нашёл хорошее, действительно мне нравится. Это вот Fio. Китайская штука, но она достаточно такая известная. Там продаётся здесь даже у нас в Dr.Heading. Они и плееры делают хай-файные вроде, если я не ошибаюсь. Не знаю, слушай. Вот это я не знаю. Что-то такое. Короче, я купил её и охренел. Не поверишь, у меня вернулся вкус к музыке просто. Я опять стал слушать музыку, потому что я в студии избалован, что в студии я слушаю хороший качественный звук на мониторах. И когда где-то там в электричке, не знаю, там ночью дома за компьютером, никакого сравнения нет, и профодеформация не позволяет. Я не могу слушать в плохом качестве даже любимого артиста. И вот эту штуку, как я включил, я охренел, что звук стал близкий к мониторному, и я начал опять слушать музыку. В метро едешь в электричке, я втыкаю затычки, слушаю и кайфую. Здорово. Ну и опять же отвечать на звонки, там встроенный микрофон, насколько я понимаю. Звонки, да. Класс. Встроенный микрофон, который единственный, что меня слышит кто-то. Потому что опять же там какой-нибудь барабанщик, особенно вот есть такой Андрей Штуновский, один из немногих классных барабанщиков, он постоянно меня третирует, что Витя, смени свою, выкинь свою гарнитуру. Много-много лет разный, там JBL, не знаю, Samsung, Huawei, вот наконец-то он не замечает теперь, что... Вот по качеству и в целом по характеристикам, которые влияют на, ну так это назовем, хитовость конечной композиции, ведь, будем честны, все сейчас, ну не все, ладно, хорошо, большинство конечных пользователей, они будут слушать через телефон. Вот, и влияет ли звук, с которым была создана та или иная композиция, на возможность стать этой песней хитом? Слушай, опять же, приходим к тому же к мудрости лет, что и так бывает, и так нет чёрного и белого. Ну вот смотри, если взять параметр, что такое хит, почему композиция зашла слушателям, есть куча составляющих. Вот, допустим, там 20 на вскидку, мелодия, цепляющий текст, харизма исполнителя, классная аранжировка, классный звук, необычность, обычность, похожесть на другого, попадание, не знаю, в социальный контекст. Например, вот там спецоперация началась, да, и пошли произведения на эту тему, и народ это трогает, что это трогает темы, которые волнуют сейчас общество, там, и раз песня даже не очень хорошая, заходит людям. Это тоже одна из 20-30 составляющих успеха песни. И вот если ты там делаешь чуть-чуть хуже звук, это вот на несколько миллиметров уменьшил вот это составляющие качества из этих компонентов множество. В принципе, проканает. Нормально, можно и так. Оно станет хитом всё равно. Это современности, опять же, если брать дебютный лонгплей Billie Eilish, извините, он писался в спальне? Слушай, он охрененный, да. Он классно написан, но это музыка, которая буквально писалась на коленке дома. Да. Это круто. Круто. Не забываем, что Финн, по-моему, зовут брата, который делал, собственно, продакшн, что он офигенный специалист, что он разбирается в этом очень круто, а круто разбирающийся специалист сделает над чем угодно. На стиральной доске он сделает крутой звук. Во-первых. Во-вторых, микс сделали в очень серьёзной студии, высокооплачиваемый инженер, который делал там известных артистов, исполнителей. Студия сама стоит миллионы, оборудование, на котором он делал, стоит тоже миллионы. Сама Billie Eilish профессионально поёт. С детства она выросла в этой культуре, владеет своим инструментом. Потом у неё тихий голос, например, тоже одна из составляющих, что можно в обычной спальне, если это тихий голос, то отражение не так сильно превалирует в сигнале, ближе к студийному звучанию получается. И всё вот так вот складывать, если разобрать по полочкам, то в принципе все эти составляющие есть, кроме того, что в спальне записано. Ну и хрен с ним, всё равно вот это вот так вот круто. То есть не так круто, а вот так вот круто, да? А мы не можем приблизиться вот сюда. Говоря про современные способы распространения музыки, дизеры, саундгудизеры и прочее с ними, стоит вспомнить о такой очень интересной черте в целом музыкального бизнеса, как война громкостей. И с приходом в массы вот этой модели распространения музыки по онлайну, ушла ли война громкостей на задний план? Или мы всё ещё с ней имеем дела? Только начала уходить, как опять началась спецоперация. Я, кстати, друзья, патриот, так что по моим словам может сложить впечатление, что я осуждаю, потому что из-за этого пострадал, а тут пострадал. Вот сейчас Spotify нет, да, как бы он не может задавать тренд. Пока они были все здесь, дизеры Spotify, немножко поутихла война, потому что реально, ну более-менее пофигу, какая была у тебя там разогнанность микса, всё равно достаточно громко это звучало у конечного пользователя. Но когда они все ушли, остался только Яндекс и ВК у нас. То, что оплатить можем и легально слушать. Ни тот, ни другой не занимаются нормализацией громкости. То есть у них даже нет алгоритмов, которые... Нет, всё, они как есть, так и публикуют. Я думал, там не всё так запущено. Запущено, реально. То есть если нас смотрят люди из Яндекса, блин, напишите мне в WhatsApp, позвоните, ребят, я вам объясню, что надо делать, чтобы нормализовать громкость. Это нужно. Займитесь этим. Возьмите специалиста, который там разбирается. А так опять мы вернулись, в общем-то, в каменный век, и опять стала актуальна война громкости. И опять мне музыканты говорят, блин, а что-то у тебя потише, чем вот так. Мы включают там что-нибудь там, какую-нибудь другую российскую группу, которая всё трещит, там всё перегружено. И приходится, скрипя сердце, ну как бы мы же, как сказать, обслуживающий персонал для музыкантов, к большому счёту. Нам заплатили, мы должны сделать. Попросили громче, ну блин, сидишь, делаешь громче. Если вы имеете хоть какое-то отношение к этому, и готовы на сотрудничество, и конструктивный диалог, мы все контакты оставим в описании. Да что-то контакты. Добрать Виктор Фарафонтов выскочит куча ссылок. Пожалуйста. Телефон. Самый простой вариант. О твоей профессиональной деятельности более глубже, а именно о сведении и об аранжировке. Вот сколько у тебя сейчас в среднем уходит времени на сведение, на написание аранжировок? Аранжировка три дня. Первый день, допустим, какие-то базовые наброски, несколько набросков, выбор ритмического рисунка. И, допустим, за первый день хорошо, если я припевный ритмический рисунок поймаю. Бас, барабаны, может быть, там наброски куплетного. Второй день, это уже практически полностью делаю аранжировку. Куплеты, припевы, там брейкдауны уже готовы. И третий день допилка. Вот три дня аранжировка. А первый день, получается, у тебя всё в этапе миди существует в проекте? Да. Ты делаешь наброски, сверяешься там с клиентом, допустим, как нравится, не нравится? Или ты до последнего не показываешь? Нельзя, пока клиента нельзя показывать. Друзья, у нас музыканты, они не умеют мыслить аналитически. И если показываешь полуфабрикат, они обязательно скажут, а почему это вот так? А почему нету брейкдауна? Блин, я же тебе объяснял, что это черновой набросок. А, да, точно, ты объяснял, да. Потом сведение два дня. День монтаж, день сведения. Причем я сознательно стараюсь разнести это по дням. Как бы это тихий день, монтаж. Можно на тихой громкости слушать вокал, не знаю, там попадание барабанов, не особо не травмируя уши. Один день сведения. Вот получается, что даже если у тебя подряд несколько миксов, всё равно у тебя тихий день, громкий день. Уши отдохнули, громкий день. Такая вот история. Чтобы не особо травмировать, стараешься как-то перемежевывать. Да, минимально. То есть волей-неволей приходится включать громко при сведении, чтобы контролировать там все нюансы, не знаю, там те же кривые, там, flash romance, если вспомнить, то необходимо на большой громкости сводить какое-то время. Вот. То хотя бы просто организационными методами можно минимизировать ущерб для ушей. Вот, кстати, я когда тебя увидел, когда ты к нам выходил встречать, сначала подумал, что это не тихие мониторы, а что это беруши у тебя. Вообще пользуешься звукорежиссерскими берушами, когда очень громко, чтобы слух как-то... Нет, потому что я концертной звукорежиссурой не занимаюсь, меня просто не касается. Ну а допустим, если вдруг... Ну я знаю, что ты на машине ездишь, если вдруг в метро попадаешь, как-то стараешься, даже не защищаешь никак. Там сейчас тихо. Ну хорошо, подходящий пояс, ладно, 100 децибел может достигнуть. Ну 80, мне кажется, от силы, да. Когда вот старый вагон поехал, это нормально, это не слишком сильно. 80, если включить, честно говоря, там, Мадонну на 80, да мы даже не проколбасимся тут дискотеку. Ну то я считаю, что в принципе это глупо ходить, с трясущимися ушами вставлять везде. Нет, фигня, нет. Метро не опасно, колонки гораздо опаснее. Барабаны опасны. Вот когда рядом с барабанщиком на сцене стоишь, что около барабана там 130-100 децибел может быть, около малого. Особенно у наших российских барабанщиков. Да, которые не знают, что такое динамика, да? Российские барабанщики. А ты в этот момент микрофон пытаешься поставить, там уже саундчек заканчивается. А он только разошелся. Если бы я был концертным звукорежиссером, я бы обязательно использовал бароши. Барабанная установка заряжена и полностью готова к бою. Смотрю, она даже позвучена микрофонами у тебя. Слушай, ну установка, она и в Африке установка, но мое внимание привлекло несколько деталей. Например, этот микрофон, который установлен на том, хотя, казалось бы, мы все привыкли видеть бетку на бочке. Поверишь, пишу томы. Только на них? Только на них, да. А в чем секрет? Почему так? Просто попробовал, посмотрел это на концерте Корна. Они писали не флортомы, писали этими микрофонами. А я как раз на этом концерте выставлял барабаны, камбориты для бэклайна, мне ребят попросили на разогрев. Вот, я смотрю, нифига себе, думаю, бочечный микрофон на томах и решил попробовать это. И охренел, насколько это круче звучит. Потому что у бетки, у нее же АЧХ, как улыбка. Это она уже изначально, получается. Всю эквализацию тебе делает. Да, включаешь голый трек, практически готовый том уже есть. Слушай, интересно. И меньше насасывается тарелок в такой микрофон. И ты решил пойти даже дальше не только на напольный, но и на пантомы? Да. Уже их заряжаешь? Пришлось докупать еще там несколько этих микрофонов. Пишешь только сверху, снизу не снимаешь томы? Не вижу абсолютно никакого смысла. Ну это какая-то, не знаю, тоже такая эзотерическая тема, можно ее там вскользь коснуться, что если я слышу охренический звук, который я сам понимаю, что он не хуже лучших лос-анджелеских записей, то зачем что-то еще делать? То есть блин, я понимаю, что я достиг этого уровня. Зачем мне еще там мучиться с двумя проводами, с дополнительными каналами, с смешиванием этих микрофонов, с фазированием? Вот, вот по этой причине. Смотри, еще одна особенность. Я увидел, что у тебя малый барабан, у тебя на нем, на микрофоне, на малом барабане, у тебя установлен экран. Пользуешься экраном, чтобы хай-хет не лез? Слушай, это тема на отдельный ролик про наших барабанщиков, про баланс рук, про то, что у тебя в малом барабане, в микрофоне хета иногда больше, чем самого малого барабана. Есть такое, да. И после компрессии там получается перекомпрессированный такой хет, от которого ты не можешь избавиться. Вот я придумал такой экранчик ставить и сделал его из бутылки, из обычной пятилитровой, плюс кусочек акустического поролона. Помогает? Да, но не сильно. Пробовал в работе пользоваться, есть ведь и программные решения, которые вычитает хай-хет. Вот этого мало, то есть еще и программные. А, то есть ты это и добавляешь еще с проги? Здорово. Ну и еще, на чем мой взгляд был прикован, это овера, ты используешь ленточники наверху. Да, бардуковские ленточные микрофоны, причем я сравнивал с роерами, с оригинальными. Эти мне больше нравятся. Какой-то более глубокий звук, более какой-то хай-файный что ли, не знаю. Ну и используешь их в стереоконфигурации, не в моно. Пишешь лево-право. Здорово. Режим звукорежиссера, может ты обрисуешь там какой-то распорядок дня примерно для себя. И в целом это достаточно важно, потому что есть большое количество профессиональных болячек. Мы не будем их афишировать, потому что они достаточно часто лежат в той зоне, о которых... Вот моя профессиональная болячка. Ну нет, есть и пониже, но просто при личном обществе о них не говорят. Поэтому... Блин, больной вопрос. К сожалению, вот тут я в провале, так сказать. Я отрицательный пример. Ну расскажи, дай какой-нибудь совет просто людям, которые только этим начинаются, чтобы ну как-то... Ну не запускать, возможно, что-то вот делать, чтобы как-то это... Да хрен знает. Я сколько не пытаюсь, ничего не получается. Единственное, что у меня получалось, вот в предыдущем помещении, когда была студия, она была рядом с фитнес-залом. Ходил в зал? Ходил. Там просто было близко, и можно было потратить там 10 минут, чтобы дойти до него и позаниматься. А как правило, нет около студии прям фитнес-центра, и просто реально некогда. Даже если он есть, это у тебя теряется почти полдня. Доехать до него, позаниматься, отойти, отдохнуть... Блин, на полдня выпадает... Не получается полдня вот так вот на здоровье потратить. Ну вот студийная работа, да, это прям... Концертникам ладно, чёрт с ними, они ещё постоять могут за пультом. Студийник, это и опорно-двигательный аппарат, это и зрение, в том числе вот достаточно напряжённая работа с монитором. Насчёт зрения у меня есть фишечка такая. Я сделал один монитор близко, а второй далеко. И скажем, микшер на близко, и тебя постоянно ты вынужден тренировать глаза. Причём очень далеко. Большую диагональ, там 47 дюймов, сколько там у меня можно посмотреть. И реально включается как бы дальнее зрение. Мышцы расслабляются, долго смотришь далеко, потом раз, на микшер переключаешься. Слушай, здорово! Вот человек подошёл с научной точки зрения. Просто я ходил... Ну ещё в детстве, но всё равно занимался зрением, как ты его пытался чинить или не дать ему слишком упасть сильно. Прям был такой аппарат, я не знаю, как он называется по-научному, но в народе он называется ручеёк. И там прям идёт упражнение на смещение зрения по отношению расстояния. То есть мигают лампочки на нескольких отдалениях, и ты просто смещая зрение прокачиваешь вот эти мышцы. Что, собственно, ты делаешь в своей работе студийно? Это очень здорово. Блин, не поверишь, улучшилось зрение. То есть прям даже не то, что оно сохранилось, а прям... Улучшилось, реально. Вот, скажем, на часах там приходит смс-ка с кодом банковским, да, подтверждение перевода. Раньше я вот так вот смотрелся, сейчас нормально, сразу несколько секунд я вижу. Слушай, это очень здорово. Может быть, это с этим связано, может, не с этим. Можно вот встраивать свою работу. Друзья, кстати, ещё это же связано, на самом деле, и с лишним весом. То же самое. Потому что если у тебя повышенное давление при лишнем весе, то глазное яблоко деформируется, тоже ухудшается зрение. Я тоже заметил, что когда худею, бывает там дни, что я заставляюсь на велосипеде кататься или пешком пройтись, начинаю худеть. И тоже зрение улучшается. Видимо, это с давлением в глазном яблоке связано. Вот. Звукорежиссёру для продуктивной работы с музыкантами и остальными звеньями этой пищевой цепочки нужно ли иметь музыкальное образование? Блин, опять ты меня на хейтерские вопросы затягиваешь. Так, у нас сегодня полный букет. Опять же, нет черного и бела. Можно иметь, можно не иметь. Лучше иметь, но опять же, как судьба у кого складывается, ничего страшного если нет. Это компенсируется уже по часам просто и опытом, и тренировками. Например, у меня нету музыкального образования. Вообще, по какой-то абстрактной причине, мне просто родаки запретили в свое время. Я хотел музыкально поступать, а они запретили. Нет, только через наш труп. Что так? Дичь какая-то. Больной опыт у них был. Мама только сейчас признала, что когда она увидела, что блин, я в студии, там, получил какую-то пачечку денег, она так, блин, все-таки, наверное, есть смысл в твоей музыке. Только сейчас, там, спустя кучу лет. Наверное, там жило мнение, что творческий человек, он должен быть беден постоянно. Да, ну так и говорил. От зарплаты до зарплаты. Что, да, если ты будешь музыкантом, то не будет. Но у студийщиков-то другая ситуация. Студийщики нормально получают. В общем-то, выше среднего. Звукорежиссеры студийные. Вот. И я хочу, кстати, на этом фоне поговорить уже о звукорежиссерском образовании. Вот что по этому поводу ты говоришь. О профильном. Слушай, кстати, тоже можно перетечь с той темы, потому что если ты получаешь музыкальное образование и становишься звукорежиссером, то ты можешь занять самые топовые позиции. Можно стать звукорежиссером Мосфильма или там Мариинского театра. Потому что туда, вот на эти высшие, это как бы элита звукорежиссуры, это академическая звукорежиссура. Там ты обязан читать партитуру, обязан быть в одной конве с режиссером, дирижером, с музыкантами. Ты должен сказать, с какой цифры, там, какие ноты, где какой инструмент лажанул, там, не знаю, кто-то забекарил, там что-то. Вот. Туда не попасть без образования. Вот если вы хотите стать специалистом высокооплачиваемым, высшего уровня, то обязательно музыкальное образование. И там, кстати, у нас же академическая сфера, она с господдержкой. Это гарантированно всегда высокая зарплата, стабильная. То есть если вот вы туда нацелитесь, туда. Если это не интересно, и вам в эстраду, там, в хип-хоп, куда-то в рок, то не обязательно. В принципе, хватит и самообразования. Вот. И что касается звукорюсерского образования, та же фигня. Нет черного и белого. Можно пойти коротким путем, скажем, оплатить конкретного преподавателя, вот личного специалиста. И, собственно, я так и начал. Я именно таким путем пошел. И он именно тебя натаскает, как твой личный репетитор. Это самый эффективный способ, потому что он дает задания, он видит отдачу, он исправляет ошибки. Вот, скажем, если вы смотрите чужие видео, да, обучающие, вам ошибки ваши никто не исправляет. Вы многого не понимаете, там, все равно много пролетает мимо ушей. По себе просто помню, когда он начинал, там, просмотришь одно видео, через месяц смотришь его повторно и понимаешь, что как будто бы его не смотрел даже. А с преподавателем он бы добился от тебя, чтобы ты сделал это, сделал это, поправил это, поправил то. Вот. Поэтому вот даже если нет звукорюсерского образования, то советую в частном порядке у преподавателя. У очного преподавателя находить и работать. А очное образование тоже больной вопрос. Тоже есть и такое, и такое. У меня, например, приходили ребята, там, на ассистента устраиваться, пять лет очного образования по специальности музыкальная звукорежиссура здесь, в Москве, в ВУЗе, прям факультет звукорежиссуры. Я спрашиваю, ну хорошо, создай трек в Протулзе. Говорят, да у нас Протулз был практик, у нас студия при институте, мы Протулз знаю в совершенстве. Садится человек, не может трек в Протулзе создать. Ctrl-N нажать. Я охренел. Или мышкой там файл найти, надыкать, создать трек новый. Что это такое? Практика в студии, в Протулзе. Ну как-то да, странновато. Вот. А есть и обратные примеры. Например, недавно меня пригласили принимать экзамен на факультете музыкальной звукорежиссуры в Синергии, где как раз преподает завкафедрой учитель, которого я учился лично. То есть я у него индивидуально учился, а он там преподает для групп. Вот. И работы были хренические просто. То есть некоторые ребята делали дипломную работу, делали такой звук, который у нас многие профессионалы не делают. То есть опять же, есть и то, и то. Надо копаться, не стесняться писать там в личку известным людям, спрашивать, добиваться. Потому что это же, ребята, это же для вас. Это ваша жизнь, ваша карьера. Приложите усилия для того, чтобы ее сделать качественной. Разберитесь в вопросе, где хорошо учат, где плохо учат. Вообще, вот мы уже затронули эту тему, когда мы стали говорить о перетекании музыкального образования в звукорежиссуру и о работе с каким-то академом. В принципе, элитность профессии звукорежиссера, вот как бы ты, ну не знаю, как бы ты ее поставил в ряд с другими профессиями? Это достойная работа, уважаемая работа. Это райская работа, друзья. Это, это мега элитная профессия, не знаю, элитнее только пилот, наверное, космонавт. Потому что мы, смотрите, что мы делаем. Мы занимаемся любимым делом, копаемся с музыкой, за это получаем деньги. Это пилоты точно так же. Они обожают небо, обожают самолеты, им за это платят деньги. Вот таких профессий по пальцам пересчитать. И это подтверждается просто объективными вещами, типа конкурсом на место, например, в студии в Москве где-нибудь. Человек 200 на одно место. Реально, пробиться просто нереально. Мне пишут, люди там бесплатно готовы работать, просятся. Виктор, возьмите нас, мы будем делать работу бесплатно, лишь бы вот попасть в студию. Так что есть такое, это элитная профессия. О том, как стать звукорежиссером, вполне логичное развитие событий. И вот мы начнем как раз с тем, которую ты поднял. Это ассистентство, наверное, да? Приходишь в студию молодым специалистом, что-то, возможно, знаешь, что-то, возможно, из образования, что-то, возможно, из роликов или курсов на ютубе. Но хочешь уже, ну как сказать, побыть в бою, прямо приложить свои руки, выставить микрофон, создать трек про Толзи. Чтобы сделать все, что было раньше на бумаге, все это сделать в жизни. Как такой вариант? Рабочий, нерабочий, плюсы-минусы? Слушай, рабочий, но даже в этот попасть ты не можешь. Ты ассистентом на студию, вот сейчас напишешь письмо на Синелап, тебя не возьмут. Это просто какая-то казино и удача, если тебе случайно попалось, что им нужен ассистент, и тебя взяли, и ты подошел. Настолько большой конкурс, что берут тех, кто уже себя проявил, кто где-то оказался рядом. То есть даже просто, чтобы попасть ассистентом на студию, бесплатным даже. Просто вот я хочу бесплатно работать, у вас на студии никто не возьмет. Настолько это райское место все хотят. Потому что музыкантов миллионы, у нас же каждый второй гитарист в стране, и все они хотят райскую работу себе потом. То есть это скорее через какие-то подвязки, тусовки внутренние по знакомству. Смотри, вот раскрываю один из способов. Например, так устроена планета наша, что вот представьте, что вы владелец студии, и вам понадобился вдруг ассистент действительно. И с кого вы возьмете? Из того, кто уже себя проявил, кого вы знаете заранее, давно, что он надежный, что он точно нормально запишет. А как вот так вот подкатить к владельцу студии? Ну или там к директору, если это государственная студия, например. Нужно на этой студии появляться и делать работы. Как это делать? Надо со своими клиентами приходить арендовать эту студию. И тогда владелец, он будет иногда проходить мимо и смотреть, что ага, вот этот вот постоянно сидит, работает. Он уже знает всю мою студию. Потом можно случайно послушать, как он круто сделал работу. Вроде работает неплохо. И в момент, когда там раз в 20 лет умрет его конкурент в этой студии, директор студии вспомнит, что блин, а вот есть же Вася, который офигенный. Всё, давай. У нас сидит наш звукорежиссер, пишет наши петличные микрофоны. Любим тебя, Василий, любим. Спасибо за твою сложную работу. Ещё о вариантах добиться места, допустим, поиск работы через репетиционную базу. Ведь такой тоже вариант есть. А это офигенный лайфхак, который, собственно, я для себя и сам, так сказать, прям придумал. То есть я думал, как вот мне научиться получить практику? Открываешь реп-базу, причём если ты откроешь студию без опыта... Это ведь... Говорили об этом раньше, что хорошо научиться... Ну не знаю, как на скрипке играть. Надо 10 лет учиться, заниматься, тогда ты станешь нормальным скрипачем. То же самое в звукорежиссуре. Надо реально там 10 лет постоянно-постоянно делать записи, сведения, записи, сведения, записи, сведения. Реп-база — это такой вот лайфхак, это какой-то бэкдор просто в профессию. Потому что любой может арендовать небольшую комнатку, закупить там в кредит или у мамы попросить денег, поставить оборудование и начать записывать, предлагать демки записывать ребятам репетирующим. Вот. И волей-неволей таким образом будет большая, огромная практика. И спустя там 5-10 лет просто хочешь не хочешь научишься. И потом можно там постепенно расширять свою ребазу, переехать в другое помещение, сделать ребазу. Ещё плюс студия. Со временем доля студийного дохода превышает ребазу. У меня так и было. Я в какой-то момент закрыл ребазу. Ну у тебя было студийное помещение, репетиционное. И ты постепенно как-то перемещал вот этот... Делал больше упор на студийную работу. Да, но просто приятнее. И когда доход достиг от студийной деятельности, которая меня устраивает, что я выживаю, там продукты покупаю, детям одежду можно купить. Закрыл ребазу, оставил только студию. Вот, стало нормально. Это очень интересный способ действительно набрать портфолио. Ведь очень часто смотрят именно на работы, которые у тебя были за плечами, за твоими руками. Какие-то ещё, возможно, способы набрать портфолио? Мог бы ты посоветовать зрителям? Может, кто-то только начинает? Есть. Например, на обучающем сайте puremix, наверное, все знают, puremix.net, есть прям некоторые видео, где прямо говорено и прописано, что мультитреки из этого видео мы разрешаем вам в портфолио использовать. Это охрененный лайфхак, это просто, блин, какой-то подарок. У меня этого не было, когда я свои карьеры делал. Если бы это было, я бы гораздо быстрее стартанул. Потому что офигенный материал, сыгранный офигенными музыкантами, на английском языке без акцента. Ты делаешь, и твой клиент слушает это, и понимает, что, блин, да это уж прямо вот как у них, можно к этому обращаться. Вот это второй способ интересный набрать портфолио. Третий способ. Каких-то друзей бесплатно начать писать. Вот, пытаться, может быть, даже законтачиться с кем-то из звезд. Собственно, у меня тоже был такой вот, бустанула мою карьеру очень сильно. Совершенно случайно меня свели с группой 7b, и он мне сам предложил, говорит, Витя, а спродюсируй мне альбом. Я говорю, ни фига себе. Ладно, спродюсировал. Мы попали на первое место в Чартовой дюжине, и долго держалась эта песня, которую я спродюсировал. Я альбом спродюсировал, и песня из альбома на первом месте долго держалась. И ко мне повалил народ. Вот, тоже такой способ. Это здорово, когда и сам случай, ситуация, и опыт, они вместе сошлись. Случай, просто он был парнем у девушки, которой мы делали аранжировки. И просто с ней тусовался у нас в студии, ему как-то все понравилось. Он говорит, Витя, давай, я тоже хочу. Тоже достаточно интересный момент. Мы все, в принципе, существуем в таком информационном поле. Многие звукорежиссеры сейчас стали достаточно известными, преподносят себя как медийные личности. И вот эта система репутации, которая есть у нас, как у специалистов, в принципе, она нарабатывается сложно. И вот этот момент сохранения репутации, что бы ты мог сказать? Блин, тоже полный бардак в этой сфере у нас. Потому что есть и то, есть и то, есть и звукорежиссеры, которых считают лучшими звукорежиссерами в стране с работами, которые слушают, думаешь, что за херня вообще? Как этот человек такие деньги берет? А есть наоборот, никто о нем ничего не говорит, а у него офигенные работы. Вот. Опять же, конечно, никуда не денешься. Наша планета, там, ну, капиталистическая система так устроена, что кто пиарится, тот больше и зарабатывает. И, к сожалению, эта система работает. То есть кто по себя, так сказать, в медийном плане продвигает, раскручивает, снимает блоги, не знаю, там что-нибудь устраивает, не знаю, какие-то мастер-классы или что-то еще. Соответственно, человек начинает больше зарабатывать. Это, блин, вот это плохо, да, как бы с профессиональной точки зрения. Это не заслуга того, что он хороший звук сделал, заслуга медийности. Вот так устроен капитализм, так наше общество устроено, ничего с этим не поделаешь. И я тоже, я вот это все ненавижу, я заставил себя. Я смотрю, там, другие ребята с плохими работами, у них очереди, денег они больше зарабатывают, микс дороже стоит. Я подумал, блин, а чё? Надо, значит, мне тоже. Снял я, значит, видеоролик один тоже такой себе. Вот, и охренел. Вся работа встала. Это такой труд, это надо вот все бросить просто и заниматься только этим. Это как другая профессия. Видимо, придется тоже этим заниматься, потому что, ну, заставлять себя. Время, такое время диктует свои какие-то правила. Реально некогда, там, миксы ждут, клиенты требуют микса, а тебе надо целый день свет расставлять и с камерой возиться. Совет для людей, у которых есть проблемы с поиском клиентов. Мы уже какие-то способы с тобой видео проговорили. То есть это, ну, по знакомству, допустим, если кто-то в студии тусуется, ему понравилось, опять же, клиент. Опа, здравствуйте. Что-то еще, какие-то еще варианты по поиску, какие-то доски объявления, возможно? Рассылки? Что было? Слушай, дело в том, что я-то давно уже стал известным, и давно уже только сарафанное радио мне обеспечивает кучу работы. Я последний раз там рекламу на Директе давал 10 назад, наверное. Или Директе, как правило. Но поняли все о чем. То есть сугубо сарафанка у тебя сейчас работает. Да, а сейчас с тех пор появилась куча инструментов новых, поэтому я просто не знаю. Вопрос нескромный. У тебя есть продюсер, может, какой-нибудь, который работает с тобой, как со звукорежиссером? Ну не продюсер, а может агент правильно назвать человека? А, лично мой агент? Да. Нет. Ты сам все свои дела? Слушай, это уже мы заходим в сферу ведения бизнеса, да? Постояние бренда и прочего. Я это ненавижу, в этом плохо разбираюсь. У тебя больше творчества. Да, у меня с кнопочками копаться там, со струнами. Это я, это мое. А вот то, что касается просто позвонить кому-то, я не могу меня на себя пересилить, там все бросить. Я потом не смогу сводить, сесть. То есть я вот такой интроверт, специалист. А это надо уже быть бизнесменом для этого. Понимаю. Вот снова к теме сошли звезды. Хочу с тобой поговорить по поводу вот этого заказа на кремлёвскую ёлку, который тебе упал. Расскажи подробнее, как произошло? Ну вот откуда? Как это произошло? Блин, случайность получается. Смотри, я делал звук с композитором, который писал музыку для этой ёлки. Известный композитор, он там для Ростроповича писал, он профессор в каком-то вузе академическом. То есть в академической среде это большая величина. А мы с ним делали мюзикл просто коммерческий. Ему страшно понравилось. Какой-то проходной, никому не известный мюзикл. И когда его администрация президента назначила композитором ёлки, он сказал, что я буду только с Витей работать. Вот типа он помнит, что мы мюзикл сделали. У вас была пара звукорежиссер-аранжировщик? Даже композитор-аранжировщик. Да, два разных человека. И Игорь Холопов, это его ученик, его ученик Игорь Холопов, он был аранжировщиком. То есть ещё он делал музыку, клавир, как бы мелодию продумывал, а Игорь продумывал уже всю аранжировку, расписывал всю партитуру, оркестровку, вот. А я уже звук. И соответственно, это просто вопрос того... Ну случайность, наверное, да? То есть это не как просто лотерея какая-то. Случайность? И может какая-то наработка просто, потому что когда ты работаешь, у тебя больше связей, больше людей знают о том, как и что ты делаешь. Слушай, да, я тоже думаю, когда об этом, что это везуха, невезуха, потому что, блин, везёт просто постоянно. Может всё, всё сразу. Там это первое место в Чартовой дюжине сразу, как я карьеру начал. Это же какая-то везуха просто. Немоверная. У меня была ещё более крутая везуха. Когда я решил заниматься звукорежиссурой и студией, меня буквально через несколько дней взяли в студию Союз звукорежиссёром. Я просто играл в кавер-группе, и мы репетировали на реп-базе, при которой была студия. И мы записались там, просто чтобы демка у кавер-группы у нашей была. Естественно, я был гитаристом, просто записал эту демку. А потом на форуме увидел, что тусуется какой-то человек с большой, явно так, я фамилию не знал, но он иногда подписывал, что вот, ребята, нужен звукорежиссёр. Я ему отправил эту демку, он мне звонит и вызывает. Витя, приезжай, поговорим. Типа мне понравилось, как ты это сделал, запись твою. Давай всё, вот выходи, вот провода, вот огромная студия Союз, вот с таким пультом. Я ничего там не понимаю. А что? А у тебя до этого опыта никакого? То есть сугубо гитарист? Нет, конечно, был. Я всю жизнь записывал, с 15 лет начинаю. Вот как только я взял гитару в руки, я тут же начал записывать, просто гоняя с папиного одного, катушечника на другой. Занимался реампингом. Кино так альбомы записывал, вот Вишни для, известные альбомы для кино, именно так и писал. Да многие тогда так писали. То есть опыт, конечно, был. И для своей групп я много писал, и даже в профессиональной студии там наша группа записывала альбом, и я его звукорежиссёрил. Но всё равно это же, к нашему разговору о конкурсе на место в студии, это просто какая-то неимоверная везуха, что ты в интернете посылаешь директору студии работу, а он тебе говорит, выходи на работу. Вот. Но, кстати, вот я тогда, у меня была развилка, я уже тогда задумался свою студию иметь. И, блин, мне что-то так тоскливо стало от того, что надо с девяти до шести ездить через весь город и работать на дядю. Это, наверное, была ошибка моя, наверное. Потому что там я понимал, что там я портфолио набрал бы, не знаю, за год. Потому что проходимость звёзд была вообще дикой. Я просто будучи сотрудником чужой студии, я стал звёздным звукорежиссёром. Но мне что-то захотелось свою. Ну, в общем, друзья, везение, конечно, везение, но когда вы нарабатываете какой-то опыт, когда вы этим занимаетесь, шанс увеличить это везение, он определённо имеет. Если бы мой низ был хреновым, меня бы не позвали, естественно. Или там, если бы я плохо делал, тот же CMB мне не доверил бы альбом делать. То есть сочетается. То есть ты к этому шансу должен быть готов. Ты должен профессионально, днями и ночами, там, подготовиться, свой скилл прокачать. И тогда уже вот эти вот моменты, они постоянно возникают. Потому что народ тусуется, шоу-бизнес маленький, всё время пересекаешься с кем-то, обязательно с какой-то звездой пересечёшься, с которой у тебя сложится контакт, дружба, и ты получишь хорошего артиста. То есть везение тоже надо как бы правильно готовить. О студии. Наконец вопрос о студии, в которой всё это время мы находились и снимали. Расскажи о ней. Возможно, ты сможешь кратко нам рассказать путь, который ты проделал от звукорежиссёров в Союзе до того, чего мы имеем сегодня. Слушай, ну вот, собственно говоря, это про ребазу получится. То есть я открыл ребазу, при которой я занимался записью. Это маленькая комнатушка, где я сведением и записей занимался. Вот постепенно переезжал всё в лучшие и лучшие помещения. То есть ребаза сама как бы улучшалась. При ней эта комнатушка студийная улучшалась. В какой-то момент без ребаза стала только студия. Вот. И всё продолжалось-продолжалось. Но у меня была мечта, чтобы студия была загородная и моя полностью. Это вот просто какая-то такая розовая мечта. И вдруг неожиданно получилось так, что мы получили в наследство квартиру с женой, и мы её продали, и купили дом и землю на эти деньги. И я подумал, что вот, блин, это шанс осуществить свою мечту. Просто, ну опять же, везение, наверное. Ну тут уже чистое везение, потому что квартира в наследство, не знаю, не каждому достается, наверное, да. То есть на данный момент с городом в плане студийной ты полностью разорвал все контакты, или у тебя есть какая-то площадка своя? Да. Разорвал. Всё отдал, что было, и вот здесь... Тоже смешная история. Опять же, по воле случая. Я когда начал мечтать о своей студии в загородном доме, понял, что денег на неё у меня нет. Я подумал, что терять время, арендовал помещение в Москве, продал машину, взял кредиты какие-то, скрифанился с ребятами там по аппаратуре и начал работать там. И, собственно, основную свою известность и какую-то медийность я там получил. Там и Найка Борзову писали, и Мару, ещё чего-то там. Ну, собственно говоря, всю свою серьёзную такую известность я получил там. Вот. И как бы мечта уже отошла на второй план. Уже всё зашибись, всё в порядке. Там такое же большое помещение красивое было. Оно, собственно, сейчас осталось ещё. У меня его выкупили. Вот. И в какой-то момент ко мне подходит мой приятель, который был звукорежиссёром у известной звезды, и говорит, а вот слушай, вот моя звезда, она хочет твою студию по древбазу себе купить. Я сказал, да ну, брось, что за херня, как бы я без студии останусь. Я забыл, что у меня была мечта студию загородом сделать. И как раз я потом стал обдумывать это предложение, понял, что это же шанс мою мечту осуществить. Оно было, как бы, иррациональное решение. Я понимал, что это стрёмно. Все меня отговаривали. Говорили, что Витя, ты что, ты там около метро, недалеко от центра, переезжаешь куда-то там за город, тебе никто не поедет, у тебя все посыпется, там клиентов не будет. Но мечта это иррациональная штука. Я решился, продал эту студию, на эти деньги сделал здесь вот это инженерное оборудование студийное, и мечта осуществилась. Сколько лет уже ты владеешь этим местом, и оно работает? Четыре года. Четыре года. Вот для людей, которые, возможно, тоже загорятся подобной мечтой, ну такой звукорежиссер в отдалении от города, который работает в своем удовольствии на свежем воздухе рядом с лесом и речкой, которая... Блин, ты говоришь эти слова, и я понимаю, что это же у меня есть, и мне не верится. Вот реально, друзья, вон окна, наверное... Открываем, и там лес. Там лес. Не врём, я сам видел своими глазами. Это сказочный просто лес, он сейчас заснеженный, как, знаешь, там в фэнтези в Disney. И мне кажется, что сейчас мы с тобой поговорим, заплатим владельцу студии и поедем по домам. До сих пор не верится, что это моя студия. Вот хотелось бы узнать от тебя из первых рук плюсы-минусы. Может кто-то захочет что-то подобное сделать? Что лучше обходить стороной? Что лучше заранее рассчитывать? Смотри, вот я не договорил, что... это, собственно, ответ на свой вопрос. Опять же, это зависит от того, насколько вы известны. Я уже был известный, у меня была огромная клиентская база, огромное сарафанное радио, и мои клиенты мне сказали, что Витя, мы за тобой поедем, хоть, не знаю, в Новосибирск ты поедешь, за твоим звуком мы поедем, как бы пофигу. И реально ценность... ну вот это вот решение можно принимать тогда, когда вы известны, у вас основательная клиентская база. И тогда уже людям будет не важен... не важна география, а важно, какое качество продукт делать. Например, Игорь Лалетин, он же в Твери, это же еще дальше. А к нему сама Алла Пугачева ездила, там Киркоров к нему ездит, Шуфутинский. Вот. И не смущает людей, что ко мне ближе там несколько раз ехать. И все равно ездит даже к нему. Да что говорить, там даже какие-то за границу люди ездят, если хочется качество получить. То есть когда есть известность, можно делать студию за городом. Пока нет известности, нельзя, никто не поедет. Есть такие примеры, когда открывали студию без клиентов, без наработок, без имени, и она закрывается через пару лет. Я хочу поговорить с тобой о Тонзале в целом, о его устройстве и, в частности, о вот такой фишке тоже. У тебя сюда вынесен экран, с которого ты буквально можешь управлять проектом, даже не будучи у своего компьютера. Да, слушай, знаешь, он возник тоже случайно, потому что я же не только звукорюсер, я еще и аранжировщик, а еще я мультиинструменталист. Я сам пишу барабаны, например. И когда я пишу барабаны, мне нужно управлять DW, чтобы дубли смотреть и прочее, запускать записи, например. И пришлось волей-неволей тянуть провод для монитора, дублировать его сюда. Когда сидишь за барабанами, видишь все. Вот метод клавиатурка, беспроводная мышь. И я практически управляю, как обычный звукорежиссер. Вот смотрите, видите, все это работает. То есть ты буквально можешь сесть за установку, подтянуть экран к себе удобно. Компьютер остался в контрольке на месте, а я его контролирую полностью. Это прекрасная возможность, помимо всего прочего, и не записывать шум аппаратный. Да. То же самое акустическую гитару, когда я записываю. То же самое, тихий монитор стоит, двери в студию закрываются, и там шумит стабилизатор, усилитель, компьютер. Здесь этого нет. Вот. Но оказалось совершенно случайно, что артисты в восторге от этого монитора. То есть они, когда приходят, там, скажем, вокалистка пишет вокал, смотрит, что она видит дубли, и она приходит в полный восторг. И потом уже в других студиях, когда они мне говорят, приходим в другие студии, блин, а как же без монитора-то? Потому что ты говоришь, вот этот вот розовенький дубль, пожалуйста, поставь мне, послушаю. Блин, нет-нет, вот там вот в синеньком дубле переписываем одну строчечку. Слушай, здорово. Визуализация, как оказалось, она действительно важна для выступающих людей. Это действительно интересно. Давай поговорим про оформление акустической студии. Вот нам сейчас здесь видны эти стены. Что о них можем сказать? Вижу, что они достаточно большие. Слушай, офигенская вещь тоже. Это очень необычная, непростая. Это многополосный широкомембранный... широкополосный поглотитель, который работает фактически на всем спектре. От самого низа до самого верха. Вот смотрите, друзья. Он толстый, там внутри минвата, называется шумонет, такая как бы для звука, не совсем минвата специальная. Вот. И большой лист фанеры, который является большой мембраной. Когда, скажем, низкочастотная волна идет, вот можно даже постучать, и будет слышно, что там низ такой довольно мощный идет. Она прогибается и поглощает энергию низких частот. Средний дефундирует через вот эти вот щели, через поролон, доходят до этой мембраны, переотражаются обратно, попадают на обратную сторону вот этих вот маленьких панелечек, и еще дополнительно, как сказать, поглощаются очень эффективно, как бы двойной даже, двойная работа получается. Они просто переотразились, они еще два раза переотразились и остались там. Вот. А сами вот эти вот фанерочки маленькие, они вверх отражают обратно, причем тоже как бы уже рассеянные немножко, потому что вот в щелях там дифракция, по-моему, называется, происходит. Вот. И получается, что она работает по всему спектру частот и не делает студию переглушенной плюс ко всему. То есть она заглушена, но она остается живой. Да, живой. Акустику здесь Артем добился, что нейтральная, условно подходящая ко всему. И к барабанам, к вокалу, к скрипкам. И так и есть. Моя практика показала... Ну я, конечно, предвзят, студия Майян, но даже после некоторых самых известных больших студий я сюда с удовольствием прихожу и понимаю, что мне больше нравится. Вопрос прямой. Жалуются ли соседи на шум? Блин, опять больная тема. Слушай, у тебя все вопросы больные. У меня было пару помещений назад, студия в таком бизнес-центре, таком трехэтажном. И он был присобачен к жилому дому. Ой, 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 как хорошо. Я уже, я уже прям, я предчувствую. Все. Прокуратура, милиция, жалобы Собянина. Там все это на меня обрушилось. Там жил депутат какой-то еще. Причем я пытался подружиться там с этими соседями. С депутатом? Ну, с бабушкой, которая писала все эти жалобы. Пришел к ней домой. Реально, блин, не слышно. Я самого громкого барабанщика позвал, чтобы он долбил. Я пошел к ней в квартиру. Это слышно, знаешь, на уровне шарка не о подошве. Но у нее это вызывало бешенство. Она какая-то такая, видимо, аутического склада. Она закрывает все окна. Даже кондиционер даже не шумит. И садится читать книгу. Ее бесит, что она слышит какой-то звук. Короче, вот это была одна из причин, почему я уехал из того помещения. И здесь я страшно боюсь этого. Не знаю, пока не приходили еще, все-таки за городом доме. Вот видите, там следующий дом, не знаю, сколько до него. Метров 50-70, наверное. Ну не знаю. Пока еще не жалуются. Наверное, не слышат. Не знаю. Здорово. Продолжим про акустику зала, потому что я вижу, что на разных стенах панели обрамления, которые у тебя присутствуют, оно отличается. Допустим, вот там у тебя есть вообще что-то с виброразвязкой полной на цепях, да? Это что-то, или на ниточках? На резинках. На резинках. Что о них скажешь? Тоже очень оригинальная штука. Тоже Артем придумал. Акустическая панель тоже многофункциональная, многополосная. Опять же, там сзади щит фанеры, а вот эта передняя полоса, она прозрачная для звука. Она рассеивает, внутри тоже минвата. Скажем, по средним, по высоким частотам поглощение идет. А низ поглощается за счет того, что она тяжелая и на резинках качается, и, собственно, демпфирует. Причем это настолько эффективно, я просто был в шоке. Здесь до того, как Артем это все сделал, здесь гуляло все, особенно низ. Не знаю, секунд пять, наверное. Вот бочку ставишь, стукаешь по ней. Сейчас стукаешь по бочке. Всё. Сухой звук, без резонансов, без каких-то гуляний. То есть я поражаюсь, потому что какие-то фигульки на стенах, да, вот такие вот, они реально весь низ съели. Вот так. Архитектурная акустика. Потрясающе. Казалось бы. И сразу про ту стену тоже достаточно интересно, но здесь уже у тебя сплошной деревянный щит, и я так понимаю, это больше, чтобы оживить пространство. Да, дерево в разнобое, это, в общем, стандартная штука, особо даже можно не останавливаться. Даже если кто-то... У меня есть клиент, который пишет демки дома, просто у тебя деревянные дачи из бруса. Охрененный звук. Ложится в микс, можно обрабатывать, профессионально звучит. Ну да, сразу поставил room-микрофон, и уже ревербератор не нужен, просто подмешиваешь сколько нужно. Да, room лучше, чем plugin получается. Более живой. Чуть-чуть лучше, да. По потолку что расскажешь? Вот я вижу здесь конструкция, с которой еще она из-за освещения у тебя отвечает, и она, я так понимаю, тоже меняет акустику. Это вот тоже к разряду гениальности Артема. Вот он придумал эту волну, которая рассекает какие-то стоячки низкочастотные. Она тоже странной формы, и плюс на ней еще красиво лампочки висят. Тоже многофункциональная штука. В итоге даже не знаю, что больше работает по низу, но я вот уже сказал, что низ перестал гулять. Вот, все же, конечно, творчество неразрывно у нас идет вместе с бизнесом. И хочется поговорить про финансовую сторону вопроса. Это заработки, это деньги. Я думаю, стоит коснуться звукорежиссера в целом и вот твоего личного случая. Ну наверное, что-то знаешь, я не думаю, что нужно прям конкретно какие-то цифры называть. Просто ну хватает ли на жизнь, не хватает ли на жизнь? Как-то так? Хватает, не то слово. Выше среднего. Каждый месяц можно железочку какую-нибудь новую покупать? Да можно. Есть денег? Но это самое главное. Реально. Ну вот опять же, про мою маму вспоминай. Ей показал, что мама, смотри, средняя зарплата в Москве, она достаточно высокая, если на Headhunter посмотреть, ну серьезные коммерческие ресурсы. И сказал, вот смотри, сколько я получаю. И как бы мама так призадумывалась, что блин, выше хорошей средней зарплаты получает звукорежиссер. Известный звукорежиссер намного выше получает. В принципе, как бизнес звукозапись имеет место быть? Ну то есть, если хочется вот деньги, деньги. Это другой вопрос. Смотри, вот вопрос специалиста, да, как звукорежиссера. Зарплата хорошая, можно жить. Ну только опять же, пройдя вот этот весь путь, то что я говорил, что 10 лет примерно надо, чтобы коммерческий звук пошел. В среднем так. Ну может, у талантливых людей 5 лет, но у меня 10 лет заняло. Вот. Но когда уже вы этот порог переступили, уже у вас звезды в портфолио, уже там у вас очередь из работ, тогда да, тогда зашибись, это выше среднего зарплата. Музыканты столько не зарабатывают. Вот. А в плане бизнеса это отдельный вопрос. Как правило, хорошие студии большие. Вот. Типа мои убыточные. Здесь у меня просто повезло, что у меня есть в наследство коттедж загородный. Это чисто везуха. Как бы есть и есть. Я тут сделал студию. А вот так вот обычный человек, он же должен будет арендовать такое помещение большое. Или там купить это вообще нереально по коммерческой стоимости. И в этом смысле студии убыточные. Например, взять все наши большие студии. Мосфильм. Она на содержание киноиндустрии. Государственные. Причем там государственные деньги, которые имеют там неограниченный источник. Им не обязательно со мной купил. Блин. Так я сохранил. Ну, камеры не остановились. Они на своем питании. А, слушай. Проблема в свете только. Да. Это не наше. Это световиков. И мы снова на связи после небольшого ухода на рекламную паузу. Но опять же, о чем мы с тобой говорили? Студия находится... Это не наше. Это световиков. Это в любой непонятной ситуации. Но это уже театральный звукорежиссер. Короче, друзья, поясняю. Вырубился свет, ну вы видели, он вырубился. Это вот, видите, один из минусов загородной студии. Из таких минусов еще здесь есть, например, снег. Внезапный снегопад. И не заехать, не выехать. И там приходится артисту везде от шоссе, там, 500 метров в валенках. Тут даже нет коммунальщиков, на которых можно... Ну, есть. Кажется, есть. У меня есть трактор вот такой вот, который расчищает снег. В принципе, все решаемо. Ну, в любом деле, я с этого начал. Вот этим мы заканчиваем. Что есть и плюсы, и минусы в любом деле. Надо взвесить для себя, что тебе важнее. Природа и вдохновение. Или, например, вот такие проблемы со светом. Но, опять же, эту проблему можно превратить, наоборот, в плюс. У моего знакомого, тоже очень известный звукорежиссер, у него студия, одна из студий, вернее, на которой он работает, также в загородном доме, и там сделан генератор. И вот он говорит, что когда включается генератор, когда выключает свет, то исчезают все фоны. И наоборот, это большой плюс. Гитары не фонят, микрофоны молчат, оборудование по-другому звучит. То есть такое настолько стабилизированное, чистое питание. Ну кстати, да, по сути, развязка от общей сети. Что да, что этот минус, он преобразуется в плюс. Так что смотрите. Не думал о таком. Вот такая вот херня есть. Для своего места. О генераторе на будущее. Думал. Думал. Ну просто настолько это редко раз в полгода, что нет смысла, он просто заржавеет. Если его там раз в полгода включать и не обслуживать, просто нет смысла. Насчет того, что, скажем, доделать работу, у меня стоят аккумуляторы, которые несколько часов позволяют компьютеру работать. То есть если там я сижу свожу, это вообще практически незаметно, если вырубился свет. Аккумуляторы дают доделать. Или там, допустим, если пишутся музыканты, то все равно все предыдущие дубли в Cubase сохраняются. Даже если просто отрубить, вот на текущем дубле вырубается компьютер, ничего страшного. Сохраняются предыдущие дубли, а текущий дубль нам не важен, потому что хотя бы от того, что вырубился свет, они все равно вот так вот перестанут играть, и этот дубль будет непригоден, то есть ничего не теряем. — Понятно. Хорошо, мы закончили внезапно наш диалог на теме музыкального бизнеса и рентабельности. Мы говорили по поводу Мосфильма. — Офигенная тема, да. Смотрите, Мосфильм. Государственные деньги, неокупаемая, убыточная студия. Но она окупается кино, кинопроизводством, и она, естественно, необходима для кинопроизводства. Синелаб, ровно то же самое. Это на кинобизнесе, там другие деньги, другие бюджеты, и музыкальная студия нужна для кинопроизводства, и она, хоть она и убыточная, она окупается кинопроизводством. Винтаж, пожалуйста. Эта студия принадлежит человеку, который владеет сетью радиостанций, владеет коммерческой недвижимостью, там он, по-моему, сенатором был. То есть это тоже для него, в общем-то, большая игрушка неокупаемая. И так далее, и так далее, и так далее. То есть большая студия не окупается, вернее, она долго окупается, а для бизнесмена это нерентабельно — взять там на 15-20 лет деньги просто в минус ввести. Вот. Но маленькие студии окупаются, там, скажем, где ребята пишут хип-хоп, например, или там песни на свадьбу. Вполне рабочий вариант для какого-то, для старта своей карьеры, для начала. И вот наш лайфхак секретный — реп-база. Который в дальнейшем можно трансформировать. Можно трансформировать, они сейчас таких в Москве штук 20. Реп-база и студия вместе. И нормально. Хороший вариант. Ну как правило, да, если стоит какая-нибудь цифра, то можно и поканальную запись спокойно людям давать, как дополнительную услугу. Еще вариант, тоже многие звукорежиссеры сейчас молодые идут, просто у себя дома работаешь, а записи арендуешь, ходишь по студиям, по реп-базам, просто конкретно. Надо барабан записать, поехали, записали. Тоже рабочий вариант. Тоже как вариант наше особенное время, когда есть куча плагинов. И это, естественно, только в плюс идет работа. Ты заплатили, ты получил довольный. Опять же, по поводу работы звукорежиссера и по поводу привязки, жесткой привязки к каким-то определенным жанрам, хотел бы с тобой поговорить. И вообще нужно ли звукорежиссеру ограничиваться каким-то определенным жанром? Блин, опять я не вструю, получается. Это же вообще принято, что звукорежиссер в конкретной специализации. Ну, есть такое, да, особенно. Ты пишешь джаз, и к тебе идут джазовые музыканты. Вот, я считаю, что нет, что главный наш скилл это тренировка мозга. То есть мы звук, образ звуковой получаем в голове, который хотим получить, а потом руками, знаниями, опытом приближаем к тому образу, который в голове. Вот, если у тебя в голове голова прокачана, то это распространяется на любой жанр. Там только единственное, что чуть-чуть можно, если я пришел заказ не в том жанре, в котором ты постоянно работаешь, надо просто послушать, чтобы ориентироваться, какие приоритеты в этом жанре, и все. Вопрос логичный. А для какого жанра нужно больше прокачать мозг? То есть что сложнее из жанров, на твой взгляд? Блин, не знаю. Мне кажется, это парадоксальный ответ будет. Heavy metal. Вообще любая тяжесть. Но, в принципе, свести, чтобы это было и читаемо, и чисто, и красиво. Реально, мало кто это умеет у нас делать. И это самое сложное. И там джаз записать, в принципе, ничего сложного-то. Фейдеры в ноль ставишь, и уже звук хороший. Я же не говорю про академическую музыку. Но там, в основном, все решается расстановка микрофона. Да, расстановка микрофона, там слуховой опыт, куда его как поставить, соотношение, не знаю, там работа с планами. Там тоже до хрена всего своего. Но именно, что конкретно сведение, не так уж много нужно. Хорошо записанная академическая музыка, просто фейдеры в ноль, оно уже звучит шикарно. То же самое джаз, фолк, музыка, народная музыка. А в металле надо очень много знаний, и очень много всякой химии. То есть нужно каждый трек проработать, и там каждый инструмент занимает весь динамический частотный диапазон. Они все херачат одновременно на полной громкости. И чтобы просто хотя бы было слышно, не знаю, вокал, или там слышно барабаны, нужно кучу знаний приложить, и кучу умений, и опыта. Вот реально. И, кстати, я вот это осознаваю. Хотя у меня таких заказов нет, у меня просто сегмент довольно дорогой. И просто у ребят-металистов молодых нет денег ко мне прийти записаться. Я специально освоил этот жанр именно как челлендж, как вызов. Мне просто интересно для моей профессии, вот это вот как бы с вершины профессии записать тяжесть и хэви-метал. Вот я специально это изучал, и мой преподаватель как раз это любит, увлекался этим, там на Финвоксе работал. Вот. И я освоил. Бесплатно чего-то записал. Чего-то потом повезло, пришли какие-то хорошие ребята, которые хорошо играют. Мне кажется, получилось. Если говорить о развитии звукорежиссера как специалиста, обязательно ли это должна быть Москва, Санкт-Петербург или какой-либо еще крупный город? Или можно как-то заниматься развитием уже в своем городе небольшом, допустим? Чтобы достичь вершин, обязательно. Та же ситуация в США, например, что если ты хочешь стать топовым звукорежиссером, надо ехать в Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Нэшвилл. И то Нэшвилл, наверное, даже выпадает уже. В каждой стране вот есть такой город, где концентрируется там весь шоу-бизнес. Это потому что не так много людей нужно, чтобы создать контент для большого количества народу. И волей-неволей он концентрируется, естественно, в столице. То же самое у нас. Я думаю, что обязательно, чтобы стать топовым звукорежиссером известным, надо ехать в Питер, Москву, потому что здесь артисты, здесь заказы, здесь студии. Таких вот студий, как в Москве, там их 5-10 международного уровня, ни одной нету в других городах, ни миллионниках в России. То есть просто даже нет базы, где учиться, развиваться. Но с другой стороны, не обязательно же ставить себе такую цель. Я хочу стать там топовым звукорежиссером, как Игорь Лалетин, писать звезд. Можно остаться на уровне своего региона, района первым и лучшим, и быть королем на деревне, и подчас это даже приятней. Просто чисто вот лично, что ты король в своем городе, в своем регионе, и к тебе все музыканты тянутся. А здесь ты в Москве будешь так себе, так сказать, один из. Ну да. Но всё же путь к королю достаточно долг, тернист. И вот тоже вопрос. Особенно, я думаю, будет приятно начинающим пользователям услышать на него ответ. Я всё так стараюсь как-то задавать вопросы по поводу каких-то минусов, недочётов, чтобы люди уже на будущее складывали какое-то мнение, что где вот они могут обойти, пользуясь твоим, например, опытом. Вот здесь опять же, да, то же самое. Возможно, на этапе становления какие-то грабли, на которые, например, ты наступил, но вот ты можешь дать совет, чтобы другие на них не наступили. Я ужасно везучий. Никаких граблей, всё вообще просто как по маслу складывалось. Это, кстати, не исключено, что этот, как же феномен называется, выжившего лётчика или как-то. Как-то, да. Когда прилетает на аэродром самолёт, подбитый, побывавший в переделке, в боях, инженеры смотрят, что ага, вот здесь вот дырки, вот здесь дырки. И возникает искажение, что они думают, что вот раз попали сюда пули, значит, этот узел там надо укреплять. На самом деле не прилетели те самолёты, которые попали пули в какие места, они остались там, и мы не знаем о них, понимаешь? Это вроде ошибка выжившего называется. Ну, я не помню. Вроде так. Правильно, да, говоришь. Вот, но это стандартно, посмотрите в интернете. И поэтому тут, блин, мой пример может быть как раз вот таким, что случайно меня пронесло мимо вот этих вот пуль выязвимые места. Одна ошибка вот у меня была, что когда меня взяли на союз, я сам оттуда ушёл. А посидел бы с годик, я получил звёздное портфолио сразу автоматом. Нужно было оставаться, думаешь? Думаю, да. Я сейчас думаю, что это ошибка. Вторая ошибка, что несмотря на то, что родители запретили заниматься, получать образование музыкальное, я в принципе, я же мог сам потом. Я когда уже стал самостоятельным человеком, стал жить отдельно, мне что-то не пришло в голову получить еще самому его. То есть я занимался самообучением, я там проштудировал консерваторский учебник вот такой вот по гармонии, разучил произведения, на фортепиано разбирал там баха, на гитаре, не знаю, там Моцарта разбирал, ноты выучил. Но это сам, опять же, напрягаясь, а можно было в принципе пойти в какой-нибудь там уровне училища, не особо напряжное закончить. Кстати, друзья, вот еще один аспект образования. Ближе к старости. Сейчас-то вот вы молодые все, там, на 80 процентов, вы об этом не задумываетесь. А допустим, слух потеряете в 70-80 лет, да? А жить как-то надо. И если есть корочка государственная, то можно устроиться, не знаю, там, смотрителем актового зала в школу на госзарплату. Вот хотя бы, для этого стоит потерять, там, 3-5 лет на государственную корочку. По работе и, в принципе, по тому, чем ты занимаешься. Вот я хотел бы выявить вот это отличие аранжировщика от звукорежиссера. Насколько тесно вот эти две занятости, они сплетаются в тебе, и ты к ним прибегаешь во время работы. Офигенная тема. Вот многие звукорежиссеры на этом останавливаются, на звуке. Кстати, эта тема про Тулзо и Риппера всегда перетекает, потому что функционал про Тулзо, это как бы пульт и магнитофон, да? Свидения, да. Свидения, да. Безусловно. Люди замыкаются вот в этих рамках, и для них нормально, этого хватает. Но если вы, как творческая личность, хотите более интересную работу, вы начинаете залезать на область продюсирования аранжировок. Потому что отдельно звук, это всё-таки составляющая продакшена музыки. Вот. И в нашей стране, поскольку бюджеты маленькие, если вы ещё и делаете аранжировки, вы просто больше денег и больше заказов получите. Более того, конкуренция довольно мощная у нас. Многие аранжировщики сами прекрасно сводят. Волей-неволей, вот аранжировщик, он сделал аранжировку, ему самому, чтобы по кайфу звучала его аранжировка, он начинает вешать компрессоры, эквалайзеры, и приходит постепенно к тому, что он начинает очень нехило сводить. И просто звукорежиссер, который умеет только сводить, он проиграет конкуренцию, эти заказы пройдут мимо него. Они пойдут к аранжировщику, ребята, которые хотят себе аранжировку, получат хороший звук, и всё. И вы этот заказ не получите. Знания в аранжировке помогают искать работу и в целом получать больший доход. Да. Реально. Больше клиентов. У меня, наверное, даже больше половины денег я от аранжировок получаю. Сюда же вопрос по поводу мультиинструментализма. Я так понимаю, что ты играешь на инструментах, это тебе помогает в работе, и на чем ты играешь? То же самое. Смотри, барабаны, клавиши, бас, гитара. Причем... Человек-оркестр. Да. По поводу. Ну отлично. Причем это я постепенно обучался, и постепенно то, что я приглашал барабанщика, а теперь я себе забираю эти деньги. Цена же всё равно на рынке остается за аранжировку, то же самое. Конечно. Вот. Это особенность российская. То, о чем мы говорили с тобой, специализация в звукорежиссуре, что там на западе такого это исключено, чтобы... Да, четкое аранжирование, вот и это, и то. Блин, реально тюнит вокал один человек, ровняет гитару другой человек. Мастерит обязательно отдельный специалист. Да. У нас, к сожалению, мы не центр мирового шоу-бизнеса, у нас региональный шоу-бизнес, и здесь нет таких бюджетов, и ситуация просто полностью другая. В России надо быть мультиспециалистом. Ты будешь более востребованный, ты выиграешь конкуренцию таких людей, которые владеют всем. И аранжировкой, и игрой на инструментах, их, не знаю, там 20, может, у нас там в Москве, да. И если ты один из 20, а не один из 200 звукорежиссеров, то ты больше заказов, больше интересных, больше денег получишь, ну и самому приятней. Хорошо. Давай уделим немного внимания вот от профессиональной студии, перейдем к домашним и поговорим, в принципе, о результатах. На домашней студии записываясь, ну хорошо, на бюджетное оборудование. Ну и отдельно на бюджетное, и отдельно на оборудование классом чуть-чуть повыше. Можно добиваться хороших результатов? Да. В принципе. Ничто не мешает. Я хочу провести такой эксперимент, но я не сомневаюсь, что если ты мне дашь там карту Behringer, микрофон какой-нибудь там C1, там B1, я сделаю продакшн, который немало кто отличит от того, что я здесь делаю, обладая профессиональному оборудованию. Интересно. Я думаю, это очень интересная идея для ролика, кстати. Давай. Если такое сделать, напишите в комментариях, интересен ли вам такой ролик. Ну смотри, коллизия возникает. Опять же, чтобы сделать классный звук на дешёвом оборудовании, ты должен быть ультра-профессионалом. А чтобы дорасти до уровня ультра-профессионала, ты волей-неволей тусуешься в хороших студиях, растёшь в хороших студиях. То есть опять же, какая-то коллизия. Всё равно человек, который дома только сидит и не особо во всём разбирается, он и здесь не сделает хорошо, и на дешёвом не сделает. Опять же, блин, это что за ситуация, что... А, ну экстренная ситуация, пожар. Всё сгорело, и ты можешь прикупить карту Behringer и продолжить работать. Ну как вариант. Ну как мне видится, есть какой-то определённый вот Rubicon, допустим, аудиоинтерфейсов какого-то сегмента, если мы не берём совсем бюджетные, с которых уже плюс-минус, ну действительно результат неотличен. Да. Особенно после обработки. Да. Грамотный. Братцы, кстати, вот вообще, если вы думаете, что это какое-то препятствие для вашего творчества, всё херня. Покупайте самый дешёвый интерфейс, главное, начинайте писать, творить, чтобы не откладывать своё творчество и года не терять. Пишите на Behringer, не знаю, на что угодно. Пишите, лишь бы двигаться. Вот это... не надо зацикливаться на качестве оборудования. Это уже касается только тех людей, кто решил профессионально, кто решил связать свою жизнь и работу со звуком. Там да, там уже можно заморачиваться, что сравнимо с профессиональным качеством, можно ли это в профпродакшене использовать эту карту. К тому же... Но это касается 5% наших зрителей, которые и так знают всё это, я думаю. А вот для широкой аудитории вообще пофига. Вот сколько есть денег? Покупайте, пишите, не теряйте время. Ну что, я думаю, под самый конец я попросил бы у тебя просто несколько слов нашим зрителям сказать. Возможно, на пусстве для молодых профессионалов. А вот я только что сказал, смотри. Хорошо, а для продвинутых пользователей? Для продвинутых... Кто уже давно занимается этим всем. Для продвинутых надо прокачивать себя. Постоянно учиться. Жопа часы, обучение, не стесняться тратить деньги на обучение. Потому что мы живём в мире конкуренции, а наша профессия, как я сказал, это экстремально сложная, экстремально конкурентная область. Все хотят сидеть в студии красивой, получать ещё за это деньги, ещё и с музыкой работать. Тут, к сожалению, надо только быть лучшим, выигрывать конкуренцию. Обучение, опыт, талант. Студия Блюз Минус, дорогие друзья! Виктор Фарафонтов сегодня был у нас в гостях, ну или вернее мы у него были в гостях. Это канал Давай Запишем. Напоминаю, что здесь мы с вами общаемся на тему Pro Audio. Не забудьте в комментариях обязательно ответить на вопросы, которые я вам там задавал по ходу этого видео. Не забудьте написать, что вы бы хотели осветить ещё, возможно, более глубже. Не забудьте поставить лайк, если ролик пришёлся по душе, потому что видео отняло достаточно большое количество сил. Мы старались специально для вас. Подпишитесь на канал, если вы здесь недавно, потому что у нас выходят и обзоры, и обучающие ролики, и подобные интересные интервью. Ну и, естественно, оставайтесь с нами дальше, потому что здесь будет много нового, интересного и, конечно же, из мира Pro Audio. Всем пока! Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Общаемся, говорим. Говорим, общаемся. 121, 22. Что у тебя снова эта фигня? Не-не-не-не-не-не. Субтитры создавал DimaTorzok